Итак, смешанное единоборство Емельяренко против Монсона, но вечер только начинается. Ну вот мы и дождались. Последний император из России против американского снеговика. Битва легенд на арене спорткомплекса Олимпийский начнется уже совсем скоро. Этот поединок венчает сегодняшний вечер боев, но и до него зрителям будет на что посмотреть. Перед главным событием мы увидим еще 9 встреч между сильнейшими бойцами смешанных единоборств. В первой части вечерней программы на ринг будут выходить в основном российские спортсмены. Мы увидим бой между двумя мастерами боевого самбо Александром Виноградовым и Николаем Каушанским. Салим Давыдов постарается продлить беспроигрышную серию в поединке с Сергеем Корнеевым. А мастер спорта по кудо Арсен Абдул-Керимов сразится с чемпионом Москвы по ашихару карате Александром Волковым. Двоим же россиянам Михаилу Малютину и Юрию Ивлеву предстоят бои с представителями Франции. Конечно же, болеем за наших. Продолжат российско-французское противостояние Альберт Дураев и Ксавьер Фокам. После Майербек Тайсумов выйдет на ринг против американца Джоша Торпа. А Александр Яковлев сразится с испанским ветераном Хуаном Суаресом. Далее нас ждет титульный бой между Даниэлем Вейхелем и Хосе Фигероа. И, наконец, главное событие вечера. Федор Емельяненко против Джеффа Монсона. Помимо боя Емельяненко-Монсон выделим еще два поединка. Питерский спортсмен Александр Яковлев по кличке Плохой Мальчик встретится с очень серьезным соперником Хуаном Мануэлем Суаресом. Пока в активе российского бойца 17 побед при трех поражениях. Причем большинство схваток он выиграл досрочно. Однако списываться счетов испанского ветерана не стоит. В составе сборной своей страны он не проиграл ни одного боя. Здесь ждем победы молодости над опытом. Будет в этот вечер и бой, где помимо престижа и рейтинга на кону будет стоить титул чемпиона в легком весе. Немец Даниэль Вейхель против американца Хосе Фигероа. Оба спортсмена не проигрывают уже очень давно и редко дают возможность своим соперникам продержаться до конца поединка. На стороне Фигероа прекрасная ударная техника. Вейхель же больше силен в борьбе. Так что как бы не закончился поединок, он обещает быть сверхинтересным. Ну и, наконец, главное событие вечера. Федор Емельяненко против Джеффа Монсона. Почти 90 боев на двоих на профессиональном ринге. Огромное количество нокаутов, успешно выполненных болевых и удушающих приемов и множество титулов. Для Федора этот бой особенно важен. После трех обидных поражений подряд права на ошибку он больше не имеет. К тому же и за проигрыш брата надо поквитаться. Но нестареющий Джефф Монсон за свою долгую карьеру без боя никогда не сдавался. Мы, конечно, будем переживать за Емельяненко. И надеяться, что этот поединок для последнего императора последним не станет. Ну что ж, уважаемые друзья, вот все то, что нам предстоит сегодня увидеть. Мы схематично сейчас посмотрели. Ну а я передаю слово моей коллеге Наталье Кларк. Стремительная, как гремучая змея. Она там дежурит после ринга. Наташа, пожалуйста. Спасибо большое, Дима. Но надеюсь, что сегодня, если я уже выступаю в роли гремучей змеи, то ты будешь своего рода кроликом. Я нахожусь в непосредственной близости от ринга. Буквально 20 метров у меня от этого шикарного места, где сегодня будут происходить замечательные поединки. И самое главное, естественно, будет украшением этого вечера. Мы все болеем за Федора Емельяненко. Надеемся, что он выиграет и доставит нам всем огромное удовольствие. Ты говорил о том, что количество людей очень большое. И вот Яне Поляковича узнала, что здесь общая численность на сегодня максимально это 22 тысячи человек. Это очень много. Потому что когда мы зашли в зал, мы могли видеть огромное количество людей. И они находятся здесь примерно с часу дня. И это говорит о том, что этот бой всем интересует. Не только этот, но сейчас поединки, которые будут сейчас проходить до поединка Петра Емельянина. Как интересные. Вот сейчас как раз я послышу зрительские овации приветствуют зрители, спортсменов, которые выходят и представляют себя в публике. Мы приемляем как перед вашими глазами. Вот сейчас мы как раз увидим, он обращается в публике, может рукой. И приветствуют всех, кто пришел на него поболеть. А их здесь сегодня, я напоминаю, 22 тысячи человек. Ну и здравствуйте, скажу, что на трибуне VIP очень много известных людей, спортсменов, политиков и на звезды. Я обещаю, что мы будем с ними общаться между поединками и ускоряем их мнение по поводу предстоящего боя. Спасибо. Ну что ж, Наталья, огромное спасибо. Не слышно собственного голоса, потому что сейчас шло представление участников сегодняшнего поединка. И весь Олимпийский в едином порыве встал как один человек для того, чтобы поприветствовать нашего любимца. Нет, мы не называем его, наверное, последний император. Я уже говорил о том, что Федор Емеляренко тот самый надежный государь, на которого хочется положиться, опереться и так далее. Сегодня он выйдет на ринг несколько позже. Итак, уважаемые друзья, парад участников буквально завершается в эти самые минуты. И я с удовольствием передаю слово нашим комментаторам. Мы сегодня вместе с нашими гостями в прямом эфире между боями увидимся, услышимся. Ну и сейчас посмотрите, вот он, свет, свет мирового спорта. Федор Емеляренко готов к хорошем настроении, защищая честь нашей страны. Сегодня выйдет на ринг этого мощнейшего турнира по смешным единоборствам против Джеффа Монсона по прозвищу Снеговик. Но я хочу сказать, что и в других весовых категориях, тут и боевой самбо, бокс, джиу-джитсу, кудо, шихара-карате, полным-полно различных единоборств, которыми владеют участники. И вот он, американский анархист Снеговик Монсон. Он очень собран, но и говорят, что очень-очень хорошо готов. Итак, сегодня в прямом эфире на России 2 у нас вечер единоборств. Все пришли, ну естественно и министр спорта, который на ваших экранах. Ну а сейчас, уважаемые друзья, мы смотрим первый поединок сегодняшнего вечера. Я передаю слово нашим комментаторам. Ну а мы с вами увидимся в нашей студии. Смотрите Россию 2. Сегодня вы действительно не пожалеете об увиденном и потраченном времени, друзья. Меня зовут Юрий Юрьевич. Я из города Тагадрога выступаю за спортклоп Легио. Постараюсь настроиться на победу на хороший бой. Я ударю его, он ударит меня, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Мой номер Герон Гуисон. Я говорю из Франции. Я представляю бюджетную академию. Я рад, что он манит. Я буду дать ему интервью-спектакль. Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать в спортивный комплекс Олимпийский. 22 тысячи человек заполнили этот дворец спорта до отказа. Главное событие, конечно, уже заявлено Федора Емельяненко и Джефф Монсон. Все мы ждем этого боя. Конечно, нервничаем, конечно, опасаемся, конечно, боимся и, конечно, Федора верим. Для вас работает комментатор канала «Россия-2» Дмитрий Бобцов. Представляю вам своего сегодняшнего собеседника. И будет два. Первый – Григорий Говоронский, эксперт в области ММА. Ну и первая схватка. Первая схватка – это Ксавье Пакам. На фу-пакам представитель Франции. Который будет встречаться с Альбертом Дураевым. Григорий. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Альберт Дураев представляет Волгоград. Клуб «Волгоград файт». Ему 22 года. У него четыре боя за плечами и четыре победы. Таким образом, у нас опыт против молодости. Потому что у французского бойца уже за плечами 37 боев. С 21 из них он одержал победу. Ну, касаемо Ксавьева Папакама, который выходит именно сейчас по прозвищу «Профессор Икс». Это такой посыл, я так понимаю, к фильму «Люди Икс». Ну, представитель «Снэйк Тим», 29-летний, чемпион WFC, чемпион XFC. Большой мастер именно ударной техники. Ну, здесь обещался показать навыки бразильского бюджета. Идутся, посмотрим, что выйдет. В 29 лет. Ну, это боец уже состоявшийся. Нельзя сказать, что он неопытный. Касаемо личного рекорда 21-16. Хорошо. Ну, как-то частенько бывает, чем боец более опытный, тем он это старается свой опыт и даже не превратить, наверное, а показать на ринге. Ну, а молодым, голодным до побед, тем более еще и не битым бойцам, это каждый раз, каждый такой выход. Это желание показать, что эта серия будет продолжаться и продолжаться. Альбер Дураев, ну, Григорий, давайте вы расскажете по поводу достижения Альберта. Ну, Альберт у нас классический представитель самбо, он мастер спорта по самбо, чемпион России по этому виду, единоборс, призер Кубка мира по боевому самбо и победитель фестиваля боевых искусств единства. Ну, наверное, вот, возвращаясь к вратцузскому бойцову, можно сказать, что само его прозвище, профессор, уже выдает, так сказать, его опыт. Просто так, такие имена не дают мне единоборсам. Ну, и вот, собственно, Альберт Дураев. Здесь с файт-картом все было тоже довольно непросто. Мы с Александром Шелдяковым в двух последних трансляциях как-то разбирали эту тему, то, что какие-то травмы преследуют, мучают просто атлетов. Кто-то на тренировке ломанется, кто-то буквально там за неделю себе что-то вышибет, ну, в плане там руки-ноги. Поэтому приходится искать замены. Ну, сегодняшний файт-карт, он, конечно, загляденье. Начать с того, что главный бой, который привлек сюда зрителей, это, конечно, в представлении не нуждается. Там такие имена. Ну, а андеркарт – это вещь, которая во многом является определяющей для всего бойцовского вечера, поскольку, как начнем, ну, нельзя сказать, так и закончим, но выступать за бойчиком всегда непросто. До этого момента, это, собственно, вечерняя часть, так называемый мейнкарт, до этого андеркарт уже состоялся, можно коротенько пробежаться по именно поединкам. Николай Каушанский удушением выиграл у Александра Виноградова из клуба «Версус Санкт-Петербург». Очень упорный, чем порадовало. Александр порадовал Минием Керпитем, чуть ни минуту лежал в классическом удушающем замке. Я думаю, в принципе, все. Вылез, дальше еще побился, но не хватило его на вторую пятиминутку. Бой, который вызывал у меня лично колоссальный интерес, это Сигин Исек, представитель Франции, против Михаила Малютина. Михаил его, простите за такой же организм, грохнул, прошу прощения, тоже нервы. Совершенно в глухую, тяжелейший нокаут. Вот кроссом ему попал сюда между ухом и челюстью. Продолжение следует... Introducing first, the man standing to my left, and finding out of the blue corner. He stands 186 centimeters, 6 feet 1 inch tall. His official weight, 83.7 kilograms, 184 and 1.5 pounds. His record 21 victories, opposite 16 defeats. Joining us from France, Xavier, Professor X, Popopouka! His opponent stands across the ring to my right, and fights out of the red corner. He stands 182 centimeters, 5 feet 10 inches tall. His official weight, 82.7 kilograms, and even 182 pounds. His professional record perfect, Keryl Borino, joining us from Valdebride, Russia, Albert Duraev! Сейчас, наверное, отвлечемся от андеркарта. Мне очень нравится, как Albert Duraev себя чувствует. Что это уверенность или самоуверенность, увидим в самое ближайшее время. Но такой настрой, в принципе, может только радовать. Рефрия Марка Буэрсон, представитель Голландии, будет обслуживать эту схватку. Ну, по правилам все стандартно, 3 по 5. Ничего нового. Запрещены удары в затылок, позвоночник, крестец и т.д. и т.п. Захваты за пальцы, за глаза, за лицо, за канаты. Удары в пах, удары локтями в голову. И в партере коленом можно работать только в корпус. Ну, пожалуй, это, наверное, все. Ну, да, нельзя бить ногами в голову, если ступенник находится... Если соперник третьей точкой коснулся... Ну, я думаю, что у нас с английским языком в стране не так плохо. Вы все прекрасно понимаете. А поклонникам смешанных единоборств, конечно, интересен и сам бой. Представить, мы их как-нибудь сможем. Чего от, собственно, француза можно ожидать, Григорий? Вот ваше ожидание как раз. Он очень жесткий боец. Сейчас он пару велкиков нанес. Но Альберт не менее жесткий. Мы видим тут коса на камень. Как говорится. Начал он так, знаете, боковыми обстреливать со страшной силой совершенно своего соперника. И, может быть, немножко не повезло в том, что... Ну, сейчас, если треугольник дальше добросить, чуть-чуть довести, довести, дощелкнуть замок, и все же будет хорошо. Окажись, он в партере сверху. Я думаю, что забил бы он сейчас у французского соперника. Ну, а так, в принципе, данная ситуация, она на руку, конечно... К сове я сейчас очень внимательно смотрю, как эта позиция будет решаться. Французам надо отлежаться, с одной стороны. С другой стороны, если будешь просто на спортсмене, то есть находиться сверху, тебя поднимут в стойку. В стойке тебя только что начали громить, причем очень серьезно. Ну, нужно сейчас работать сверху, передохнуть, поработать на баллы. Ну, что, защищаться и не давать работать, пытаться самому что-то придумать. Ну, а попытка на болячку. Савьер опытный борец. У него неплохие навыки джиу-джитсу, поэтому так просто, конечно, руку ему не отломать. Ну, посмотрим. Я эту схватку, в принципе, простой-то и не ждал, хотя в мастерстве Альберта Дураева, лично я уверен, ну, и рекорд за себя говорит, и чемпионам России по самбо случайные люди просто не становятся. Очень сильный состав, как правило, на этом соревновании. Поэтому, конечно, да, там специфика все немножко другое, но здесь и ко всему прочему, дорогие друзья, наконец-то, наконец-то дома. Наконец-то и Федор бьется дома. Все мы наблюдали, это бои его Соединенные Штаты, Япония. И это первая вообще его схватка в Москве. Да, у него в Петербурге была четвергая 2007 года. С Матом Линдвандом. Вот, а теперь, да, впервые в Москве. Впервые в Москве за очень долгое время. Первый бой в России. Очень хотелось нам, конечно, всем вместе с вами, дорогие друзья, на это противостояние посмотреть. Ну, это все потом, все будет. Ну, 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 и болячку, болячку, если тянуть. Можно, 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 пойдет. Пойдет, пойдет. Пойдет. Пока терпит. Сустав выгнут, неестественное положение, но терпит. Ну, и, ну, доверну, доверну, прогибайся. Прогибайся, прогибайся. Терпит руку, да, да, развернуть. Ну, чуть-чуть еще. Но рефери может остановить, если будет угроза здоровью. Там очень серьезное давление на сустав идет. Нет, ушел. Нет, не до конца ушел. Вот теперь, да, слез. Это тот случай, когда бойца эластичные суставы от природы. Другой бы уже сдался. 99 и 100 бы сдались в такой ситуации. Да, согласен. И здесь, посмотрите, как побежал отыгрываться сразу же. Попытка болевого, такого неприятного, причем. И зрячего, и деланного грамотного. Ну, а тут что, часы? И вот Кимура ответный. Ответный прием от Вера. Получится? Пока не очень. Ну, честно говоря, с этого угла я не вижу, что может она получиться. Но опять сел фолл-маунт, сейчас приходится закрываться. Понятно, что в полную силу тяжело работать, но пропускаешь. Это в любом случае, мы об этом говорили в репортаже, ты будешь пропускать, если соперник сидит у тебя в маунте. Какая бы у тебя ни была защита, близкая к идеальной, все равно один-два удар ты будешь получать. Худшая ситуация, в которой может оказаться боец. Это был фолл-маунт, причем, когда... Задвинутый уже туда под ножку? Да, задвинутый, да, дальше некуда. Тут только мастить, уходить, либо прижиматься. Но прижиматься, опять же, будут удары идти в боковую часть головы, вот что сейчас происходит. Очень чревато. Ну, минуту еще, еще минуту работать и терпеть. В принципе, ничего сверх страшного-то пока не попало. Бой, конечно, будет на желании, но и усталость. Минута в ринге, это очень большое время. Да, абсолютно согласен. Ну, Ксавье здесь, на мой взгляд, сейчас допускает классическую, наверное, ошибку исходного ударника. Какую? Он бьет прямые удары. Да, здесь хаммер. Здесь хаммерами постучать, попытался, ну, прекрасный же это Альберт понимает. Все, связаться. Вот прямой прошел в челюсть. Еще один. Да, попадает. Конечно, будет попадать, но 20 секунд, держись, держись, Альберт. Держись сейчас, сможешь выдержать. В ударке ты, француз, как минимум, не уступаешь, он тоже устал. Во-первых, он вытерпел один болевой. Во-вторых, тяжелый удар в самом начале. Он молодец, а что сам попытался болячку. Полечный болевой? Не-е-е, не все так просто. Попытка треугольника сразу. Он уходит, уходит. Время. Время, 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 время. Первый раунд. Вы знаете, довольно тяжело иногда ориентироваться по гонгу. Гонга практически не слышно. Это, конечно, не организационные проблемы. Зал заполнен. 22 тысячи зрителей. 22 тысячи, Григорий, я целиком с вами согласен. И при этом, ну, схватки, они, конечно, увлекают. Они, конечно, увлекают. И здесь смотреть. Ну, вот смотри, ну, классная позиция. Чуть-чуть. Перевернул уже, главное. Здесь, ну, не довернут. Градусов буквально. Ну, я повторюсь, здесь Кавера спасла природную эластичность локтевого сустава. Тут все было, в принципе, правильно, технически сделано. Просто вот природные данные позволили ему вытерпеть это. Мало еще вытерпеть, вывернуться, сесть обратно в фуллмаунт. Да, ну, ты из российских бойцов сразу вспоминаешь Рашида Магомедова. Он аналогичные приемы терпит при мне. Ему делали такие же болевые. Там уже просто в обратную сторону выгибается сустав, он терпит и уходит. Я у него спрашивал, как он. Ну, не знаю, вот так получается. Ну, так больно, но терплю. Природные, так сказать, данные. Ну, плюс тренировки, конечно. Ну, конечно. Вот вообще терпеливый боец. Мы в самом начале с Григорием начали репортажи об этом говорить. Мне, кстати, этот бой очень сильно запомнился. Двух легковесов весовой категории в рейтинговом бою. Винограда против Каушанского. Виноград попал бы в абсолютно глухой замок. И в нем, ну, все, в принципе. То есть, там даже не 9 из 10, а там 99 из 100 так и заканчивается. Ну, однако, вот вытерпел. Да, на морально волевых. На морально волевых? Ну, в стойке. Конечно, конечно. Не надо Альберту придумывать. Сейчас мидлкик левый прошел, в принципе, у Ксавера, в печень Альберту. Ну, что, неужели так потрясано его? Да, болтануло. Болтануло, еще болтануло. Сил много потрачено в защите. Ну, посмотрите, как стал российский боец двигаться. Руки, конечно, еще поднимаются. Ну, дальше побежали бороться. Тейкдаун без, видимо, каких-то усилий. Я думаю, что будет решать в борьбе. К сожалению, есть у меня ощущение, что не успел восстановиться россиянина за ту вот минуту, которая дается между раундами. И сейчас пытается пожить просто. Ну, что, здесь локальная задача, наверное, не пустить маунт. Не пустить маунт, не дать работать. Француз, он тоже не железный. Ну, и сразу, да, Марко Борсен поднимает в стойку. Кому эта стойка более выгодна? Что мы сейчас видим? Сейчас, мне кажется, немножко даже преимущество ударной техники на стороне Эксавьера. Однако он делает тейкдаун, они очень хорошо оцениваются судьями. Каждый тейкдаун – это балл в копилку. Поэтому даже если ничего больше происходить не будет, то он выиграет просто по решению судей. Да, такое случалось на нашей памяти. Когда человек вообще ничего, кроме тейкдаунов, не делает. Ну, совсем. Ну, однако сверху. Однако сверху, однако прием есть. Потому что попытка поддушить. Мы что-то не верим в этот удушающий. Не, ну здесь с такой позиции удушить невозможно. Это просто идет давление на гортань, чтобы сбить дыхание. Так сказать, отвлечь от каких-то действий, которые запланированы. Когда человеку дают на гортань, он сразу перестает думать о другой защите. И тут, в общем, можно переходить в маунт. Но мы видим, что Альберт не забывает. Нога у него закинута на ногу. Это как раз контрприем против захода фулл-маунт. Ну да, вот если посмотреть со стороны, не специалистам, может быть, не вполне понятно, в такой слегка бальяжной позе находится россияне. Нет. Все по науке. Все по науке, все грамотно, все правильно. Ну и что, защищаться? Конечно, да. Конечно, сейчас француз будет бить. Тут, в общем, придумывать ничего абсолютно не надо. Он запытается... Как же он вылез из болевого, а? Ну, просто не понимаю. Белегольник там вряд ли, кажется. Ну, хотя вот сейчас Маус. А если... А почему бы нет? А почему бы нет-то? Нога заблокирована. А если застегнуть? Вот, получилось. А это молодец. Держать, 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 держать. Что, все, уснул? Браво, Альберт. Да, Савер уснул. Спит, спит, спит. Он не понимает, что происходит. Вот это да. Вот это морально-волевые. Да, 5-0. Пятая победа. 5-0, поперек, как ковер несут сейчас. По периметру ринга. Ну, большой молодец. Честно говоря, уже сердце так зашлось на секундочку, поскольку, ну, все заканчивалось, по крайней мере, начиналось. Заканчивалось, начиналось во втором раунде. Отнюдь не столь радужно. И, соответственно, образом, тут лично мне это добавить и нечего. Вы все видели сами. В ударке стал проигрывать. Отдавал позиции. Раз тейкдаун, два тейкдаун. И яркая иллюстрация, уважаемые телезрители, яркая иллюстрация к тому, что никогда схватка не закончена, пока это не сказал судья или не прозвучал гонг. Конечно, очень большими силами эта победа дается. Здесь любопытно посмотреть на повторах, что конкретно произошло. Ну, что произошло, пока и без повторов, я думаю, мы сможем обсудить. Зевнул в какой-то момент, положенную на плечо ногу. Да, и старый добрый треугольник сработал. Старый добрый треугольник, которого уже от уставшего соперника подспудно ты не ожидаешь. А тут раз и замочек, и застегнулся. На фоне того, что ты сил и сам отдал довольно много, и в первом раунде, что ни говорите, вначале ты получил, получил серьезно. Да. Ну и что, и тут вот тот самый нежданчик застегнулся, и мы можем Альберта только поздравить. С победой давайте ждем судейского решения. Поздравляем Альберта Дураева. Чистая победа треугольником над опытным соперником вообще на дорогого стоит. Будем следить дальше за выступлениями этого замечательного бойца. Альберта Дураева Альберта Дураева Альберта Дураева Альберта Дураева Альберта Дураева Уважаемые зрители, официальные корочества спорта Команды России, компания Форвард и Федерация спортивной акробатики России с удовольствием представляют вам показ новой коллекции спортивной одежды Форвард. 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 Крылья, несущие вперед. Форвард. Форвард. Лицом компании Форвард является выдающийся российский спортсмен. Заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам, Федор Емельяненко. Спортивная одежда Форвард. Символ национального спорта. Форвард – это бренд, который знают и уважают все российские спортсмены. Спортивная одежда Форвард – символ национального спорта. Брендом Форвард гордится вся великая страна. Форвард – это новейшие мировые тенденции спортивной моды. Быть форвард – значит нести в себе частичку спортивных достижений и побед в Великой России. Быть форвард – значит быть патриотом своей страны. Не стыкул на ипотропе, и азарта не унять. Я на старте, словно воин. Я пришел, чтоб побеждать. Я первый, я знаю, на первого ставят. В труди в голове на смерть жизни победители. Мы продолжаем, дамы и господа, прямой эфир на России 2, говорит, показывает Олимпийский спорткомплекс столицы. Итак, мы все в ожидании суперпоединка Федора Емельяренко с Джеффом Монсоном. И сейчас пока у нас есть небольшая пауза, и мы успели насладиться первым боем, который, безусловно, боем, который, безусловно, произвел впечатление. Есть возможность поговорить с человеком, который впервые находится на подобном мероприятии. Но я понимаю, что он всегда, что есть сказать и о спорте, и о единоборствах, в частности, это блестящий артист Валерий Сюнкин. Валерий, добрый вечер. Добрый вечер, Дим. Но я так понимаю, что все-таки новизна впечатлений предполагала прийти и обомлить. Ну, я хочу тебе сказать, что я телевизионный болельщик этого вида спорта. И знаю о победах Федора Емельяненко. И информирован, конечно, и видел, к сожалению, грустную полоса была у Федора. Я надеюсь, да я почти что уверен, что сегодня мы эту полосу прервем. И я считаю своим долгом, если есть возможность, в моем гастрольном графике именно сегодня окно. Я прилетел сегодня из Ростова-на-Дону и прямо сразу же поехал сюда, в Олимпийский, для того, чтобы поддержать Федора в этот ответственный момент. Мы вместе, и энергетика потрясающая. Встретил замечательных спортсменов здесь. Леша Немов здесь болеет, Марат Сапин, Александр Иншаков пришел поддержать. То есть очень приятно видеть, что небезразлично судьба этого великого спортсмена и небезразлично. Валер, я хочу спросить вот о чем. Федор человек очень спокойный, религиозный. Мы об этом много говорили и будем говорить. Но может быть сейчас, когда предстоит сражаться с Монсоном, может быть ему быть, ну вот как Сюткин, так чуть на шарнирах, учитывая то, что все-таки выступает дома. И каждый из нас, конечно, желает победы и удачи Федору. Я желаю удачи всем сердцем, но давать советы не буду. Потому что я некомпетентен давать советы Емельяненко. Абсолютно точно. Наша задача, понятно, что я думаю, что он собран как никогда сегодня. Может быть просто эмоционально, не пожалеем голоса. Вот не секрет, что для спортсмена очень важно чувствовать, что с тобой в этот момент люди, поддержка. Вот именно для этого я здесь. Но ты видел Монсона? То есть человек, который производит впечатление. Он на Белом доме, на колонне рисовал всякие анархические лозунги, за что был приговорен к соответствующему, по-моему, нет ни заключения, но штрафу и справительным работам. То есть этот парень во всех отношениях молодец. Я уважительно отношусь к спортсмену, который противостоит сегодня Федору, но смотреть и болеть позвольте за Федора Емельяненко. Скажите, пожалуйста, много женщин. Насколько можно называть все происходящее все-таки спортом? И где та грань, которая отделяет жестокость от необходимости жесткости, от класса и так далее? Наблюдая по телевидению за боями... Кстати, вот обратим внимание, вот, бицепс неплохой, правда? Да, это соперник наш, да, Сань? Ну, я хочу сказать, что наблюдая за поединками по телевидению, я видел крайне уважительное отношение. Да что говорить, сегодняшний соперник Емельяненко отзывался о нашем Федоре крайне уважительно. И вообще между, я заметил, между бойцами и М1, и К1 существует очень уважительное отношение. Это, безусловно, спорт. Многие, может быть, особенно женщины, могут восприять это как... Это жесткий мужской спорт, но он этим и привлекательный. Смотри, как интересно. Мы, получается, сейчас немножко так дистанцировались от бокса, потому что там вот эти предматчевые скандалы, различные оскорбления. То есть здесь люди иного порядка. Мы знаем истории, как тоже Тони вышел вот на что-то подобное, на 16 секунде начал долбить о пол, потому что человеку стало просто больно. То есть вот они где, настоящие мужчины? Я считаю, что да. Вот как нельзя этот вид спорта... Мне очень приятно, что вот в предматчевой пурге меньше, а накал страстей величайший. Я считаю, что вот то, что мы сегодня будем созерцать, вообще этот вид спорта не оторваться от М1. Просто потрясающе. Ну что ж, огромное спасибо, дорогие друзья. Валерий Сюткин. Удачи, Федор, удачи. Болеем за Емельяренко, конечно же. Ну а сейчас мы переходим уже к нашей дальнейшей программе. И следом, к слову нашим комментаторам, будем смотреть, что дальше происходит на ринге. Спасибо, Валера. Спасибо. Болеем за Федора. Меня зовут Майбек Тайсумов. Бродом сам из Чечни. Представляю австрийский клуб City Talk. Я готов на все 100% к этому бою и надеюсь только на победу. Мишао, ла. Я Джош Торр. Я играю на Сесене, Охайо, УСМР Шварц Академия. Сегодня я буду победить Мафай. Продолжение следует за фаном в России. Следующий обещанный бой. Вот, пожалуйста, Джош Торр, представитель Форд-Сити ММА. 26-летний боец против Майрбека Тайсумова. Бойца, который всегда вызывает у меня самую искреннюю, наверное, симпатию. Такой, один из немногих тех, кто выходит на повезинок в абсолютно расслабленном состоянии. Всегда улыбается. Но не потому, что ему что-то чудится и кажется. А просто для него каждый выход на ринг – это возможность показать себя во всей красе. А во всей красе он себя показывать, безусловно, умеет. Касаемо Торпа. Ну, американцы никогда, я об этом уже упоминал в репортажах, плохо выучены не были. Всегда очень жесткие, всегда очень хорошо функционально готовые. Рассчитывать, что его не хватит на 3-5 минутки нельзя ни в коем случае. Ну, касаемо достижений. 10 побед, 6 поражений – это хороший, крепкий середняк. Ну, а касаемо Майрбека Тайсумова, Григорий Давиднар, вам слово. Да, ну, Майрбек сразу стоит. Напомните зрителям, чемпион М1 Селекшн Западной Европы 2010 года. И он дрался за чемпионский титул М1 Челлендж, мы помним, с Артемом Домковским. Вот, уступил ему, но бой был очень напряженный. Он нокаутировал Юрия Ивлева, известного нашего опытнейшего бойца. Наверное, слабая сторона Майрбека – это только его партер. Он немножко слабоват в партере, но что касается ударной техники, он просто крашер. Он может сокрушить одним ударом. Учитывая, что это весовая категория, прошу прощения, Григорий, 70 килограммов. 70 килограммов обладает подобным ударом. Это вообще дорогого стоит. Какой средний вес у него удар, если не сказать больше. Пудовые кулаки. Пудовые кулаки – великолепная работа коленями, великолепная работа на контратаках. Очень хорошие ноги, очень быстрые руки. Ну, Григорий все правильно, на самом деле, сказал. Крашер – он и есть крашер. Вот, обратите внимание. Как человек выходит? Он ждет этого поединка. Выходит настроенный, ну, насколько можно? На 100%. По-другому выходить и смысла большого не имеет. Когда что-то отвлекает, когда что-то мешает бою, то это сказывается даже, может быть, не столько на физическом состоянии, но столько на эмоциональном. Что-то тебя, если скребет, где-то вот на заднем плане, ты на 100% подготовиться к бою не можешь. Ну, это всем известно. И эта ситуация у многих наших великих бойцов была. Ну, в частности, есть информация, что и у Федора в бою с Хэндо. Подобная ситуация была. Он в интервью сам заявлял, что я бы не хотел жаловаться, но что-то отвлекало. Ну, и здесь плотный месяц в Голландии на сборе. Я человек, когда встретил на Шабаловке, мы у него брали интервью, я его просто не узнал. Плечи развернулись в разные стороны. Стал такой, знаете, человек, проходящий далеко не во всякую дверь. Притом, что Федор Емельяненко далеко не отличается, ну, страшающими габаритами, это не Сильва. У которого кулак, угадай, в какой руке баскетбольный мяч. А тут просто другой Федор. Ну, ладно, давайте немножко отвлечемся от этих дел. Тайсумов, Тайсумов будет стараться все решать в первом раунде. Это мое личное мнение. Как решать на культирующими ударами. Торт тренированный, в принципе, в неплохой американской команде. Что хорошо умеет делать? Как и все американцы, стекдауны. Стекдаун, да, великолепные, быстрые проходы в ноги. И там уже работа на баллы. Так сказать, чтобы хорошо выглядеть в глазах судей. Ну, и удар у него достаточно крепкий. Ну, плюс я посмотрел его и бои, и ролики, своих оппонентов. Некоторых он в портре и забивал, и решал, собственно, болевыми удушающими. То есть бород он умеет. Хорошее противостояние ударника с... Ну, с номинальным борцом, наверное. Здесь нельзя сказать чистый борец. Это называется ground and pound стайл. То есть стиль свалить и бить, грубо говоря. Джош Барнетт и Ко. Ну, честно говоря, немножко непривычно то, что столица нашей родины, родина англоязычный ринкононсер, поэтому на него мы влезаем. Мы просим прощения, дорогие друзья. Ну, и вот. Кстати, насчет психологии боя, если не ошибаюсь, как раз Майорбек вышел под песню Роя Джонса-младшего. Мы знаем, что Роя Джонс тоже всегда что-то так в хорошем настроении выходит в ринг. И, как он сам говорил, что мне весело в бою. Видимо, Майорбек ту же философию боя исповедует. То есть для него это действительно не просто работа, скажем так, но и удовольствие. Ну, и развлечение, и, соответственно... Может быть, цель и смысл жизни. Ну, это хорошо, когда боец настолько заряженный выходит. Ух ты, навстречу сразу. Это, кстати, коронка его. Правый прямой, как бы после прихвата ноги идет. Передний. Сразу хайки, куда выброшен. Показывает, что... Ответный. Готов, я готов. Я буду работать вот так. Ну, и, по ходу, принимает предложенный темп и предложенный рисунок именно боя Джош Торп. Насколько это имеет смысл? Все знают, что против Тайсумова надо бороться. Но ты попробуй еще до него дойди. В этой весовой категории скорости-то другие. Это не тяжеловесы, которые могут с трудом убежать. Ну, а что, переходит на легкую такую провокацию. Расставляет широко руки. Мы с Майорбеком довольно опасное занятие. Неплохой лоу-кик прошел. От Джоша. Хотя, учитывая, какие ноги у Майорбека набиты и накачаны, там, конечно, одним лоу-киком не решить. Поплыл, поплыл, мне кажется, Джош. Попытка прихватить голову. Это он зря так, конечно, отклоняется. Клинчует Джош сейчас будет. Берет такую паузу. И вот, собственно говоря... И посмотрите, насколько гибкий боец. Соборолся он, ты напоролся, но в то же время вышел. С достоинством из этой ситуации. А в другую сторону не пошел. И Майорбек... Ну и что, в клинче его свалить тяжело. Почему? Низко центр тяжести. Вот сейчас красивый бросок был, но не до конца завершен. Ну, хорошо. Майорбеку здесь это на руку. И вот опять рука как будто удлинеет сантиметров на 20, когда он плечо включает. Такой супермен панчик, так называемый. То есть такой удар в полете практически, да. И продолжает обстреливать. Ногами, руками, да. Сейчас попал. Сейчас попал и попал хорошо. Челюсть крепкая Джоша. Ох, отличный спиннинг-дэк-кик. Попытка ответить. Не надо так делать. Показывает Майорбек Тайсумов. Ну и вот тоже признак большого мастера, когда ты соперника на себя вытягиваешь. Не торопишься его добивать. Раз попаду, два попаду, три попаду, четыре попаду. Во-первых, это все считается. А во-вторых, сил бороться остается меньше. Чем больше ты работаешь в стойке, чем больше ты ударов принимаешь, причем абсолютно не важно себя или на блоке, тем тебе более грустно. Ну и что-то готовит. Затаскивает он в свой ритм оппонента. Он заряжает правую руку, мне кажется, Майорбек. Прицеливается. Выцеливает голову. Сейчас, по-моему, правый боковой пойдет. Есть у меня такое ощущение. Свинк, так называемый. Ну да, давайте посмотрим. Затанцовывает. Вот эта вот манера закачивать в свой ритм. Ну нет. Джош это понимает, поэтому срывает эти планы, начинает работать первым. Неплохая попытка хайкика, но в плечо удар решился. Так, и сразу, да, сразу сесть в защиту, поднял. Получилось. Нет, хорошо. Хорошо, хорошо, закрылся. Сейчас чуть к нам не вывалился на комментаторскую позицию. В таком стиле вольной борьбы. Ну вот сейчас колено. Сейчас колено, если включат, то это, конечно, будет беда. Вот он, заход за спину. Теперь либо бросать, либо запрыгивать и начинать душить. Сейчас можно запрыгнуть сверху. Вот, что он и делает. Соскользнул, соскользнул. Да, можно по сопернику и побить. Это удары из-за спины. Их не видно. Они могут быть не столь сильные, сколь, ну там, что они по себе неприятные. Вот отличная позиция. Сейчас ноги заправлять. Контроль. В этой позиции главное контроль. Здесь ничего придумывать. Не надо есть. Заправлены ноги, замочек. Сейчас можно их, так сказать, защелкнуть, как вот на треугольник. Защелкивать ноги. Ну что, неужели что? Либо растягивать. Либо растягивать. Торопишься. Майер Бейк. Не надо, не надо, не надо, не надо. Под рукой постучать, конечно. Конечно. Вот и все. Не будет он отдавать удушающее. Он не настолько еще расслаблен, не настолько к нему попало. Как бы растягивать. Надо бы. Хорошо очень защищается Джош. Вот хорошо. Из-под руки еще один. Убирается. И вот насколько логичны здесь Григория удары по блоку? Как-то это так обсуждалось? Ну, учитывая тяжесть ударов Майер Бека, я думаю, смысл у них есть. То есть там через руку пробивает. Небольшие сотрясения. И из-под руки. Торопится. Видно, вот торопится Майер Бек. Ну, я говорил, что партер не самая сильная его сторона. Именно борьба в партере. То есть контроль у него отличный. Но вот именно исполнение приема пока далеко от совершенства. Ну, с его умением бить, может быть, нет необходимости бороться. Ну, в общем-то, это никогда не лишнее. В ММО бороться, да, я своим целиком согласен. Никогда не лишнее. Вот эта торопливость у Майер Бека, наверное, от большого желания. Такое случается. Видно, что, в принципе, соперника ты уже прочитал. Как будет соперник работать, ты уже разгадал. И дальше надо только действовать. Надо схватку, конечно, желательно заканчивать досрочно. Вот, посмотрите, статусность турнира. По всему прочему, дорогие друзья, Вадимир Путин посетил данное мероприятие. Ну, а мы смотрим повторы первого раунда. Хорошее попадание, это как раз то, о чем вы сказали, Григорий. То, что немножечко поплыл, пошатнуло его. Минута закончена. Ну, конечно, как хотел, а вывозил в концовке. Я Майер Бека имею в виду. Ну, что, чего ждать от американца? Я думаю, побежит бороться. Да, сейчас ноги пойдет, скорее всего. Я думаю, спрячет атаку, может быть, бросит двоечку руками и потом пойдет в ноги. Такое подтаптывание в стиле тайского бокса. Но опасается. Прекрасно знать, что из себя Тайсумов представляет. В стойке, в ударной технике. И вот эти атаки, которые она обозначает, они... Внутренний лоу хороший. Ответ, ну, в локоть попал, там ничего не было. Они такие постоянно с желанием убежать назад, не подставляться под вот эти двойки-тройки. В принципе, пока получается. Зацеп не получился. Это такая позиционная борьба пошла. Она выматывает, конечно. Она и силы крадет, и скорость крадет. Оба бойца взяли паузу, размышляют, что же делать дальше. Ну, в моем видении этой схватки, Джошу Торпу здесь придется спасаться каким-то образом. Поскольку подойти, работать на связках с Тайсумовым у него, скорее всего, не получится. Надо добираться в борьбу, а это опять надо как-то сделать. Вот как к нему проходить? Ну, вот бэкфист сейчас была попытка, но Майорбеку вовремя прыгнул голову. Тайсумов очень мобильный, очень хорошо двигается. И здесь какое решение со стороны американского атлета? Вызвать на атаку на себя, провалить одним-двумя ударами и резко контратаковать, обозначая, может быть, двойку как раз. По голове самому прыгать в ноги. Получится хорошо, не получится, но можно будет еще что-то пробовать. Еще в этих атаках, Джоша, я думаю, кроется именно попытка сорвать атаку Майорбека. Видишь, что Майорбек заряжается, готовит удар и кидает двоечку. Это уже сбивает стол. Хорошо по внутренней стороне бедра. Хороший лоукид, такой жесткий. Да, лоукиги не стоит недооценивать. Это очень эффективные удары. 1-2, в общем, ничего не приносит, а, скажем, 5-6 в одну и ту же точку и может быть нокаут. Человек просто не сможет стоять на ногах. Да. Бывали такие ситуации. Мне отбивали ноги лоукиками, так что я не мог на них стоять. Вполне себе тактика на человека, который готов недостаточно хорошо. Особенно у тяжеловеса. Тяжеловес этим страдает, с совершенно чудовищными ударами руками. И при этом ножки такие тоненькие. Попал по ним три раза, уже нормально, уже что-то не двигается. Я вспоминаю бой, скажем, Максима Грешина с Владимиром Кученко. Я Максим три раунда обрабатывал ногу, и в итоге в третьем раунде Владимир все-таки упал. Попал сейчас Майербек, может быть, не в полную силу, но это хороший такой первый звоночек уже для торпа. То, что один из этих ударов уже прошел. Может пройти и второй, и третий. Ну, видно, что игровик. Мне, честно говоря, странно, зачем Джош так играется, опускает руки тут. Попытка обрести уверенность. Может быть, дело в этом? Нет, сразу бой с Юрием Ивлевым вспоминается. Там Юра тоже очень низко держал руки и плохо закончилось. Ну, Юра, если называть веществами именами, он тогда доигрался. Ну, вот о чем и речь, я думаю. Вот то же самое. Вот, пожалуйста, сейчас идут. Вот, все, доигрался. Вот и доигрался американский боец. Не стоит с Коброй играть на эти. Ну, Мэрбек большой молодец. Чревато. Мэрбек большой молодец. Я чем больше на него смотрю, тем больше он меня на самом деле радует. Все очень уверенно, очень спокойно. И главное, вот эта вот неторопливость, которая присутствует, когда боец никуда и незачем не спешит. Очень зрелые бои. Сколько вот я его наблюдаю. Ну, в первом раунде, хотя как, знаете, захвалить, наверное, тоже не стоит. Вот куда он в первом раунде спешил? У соперника сел, сел, ноги заправил, заправил. Ну, все же здорово, все же получилось уже. Спокойно по оппоненту бей, как говорят сами файтеры, расслабляй его ударами, разминай. И потом можно уже душить, ломать, там, все сколько угодно делать. Все нормально будет. Ну, вспоминался тот анекдот. Про преферансиста. Если бы ты с Бувей зашел, ему бы еще хуже было. Да ладно, и так неплохо получилось. Ну, это, в принципе, как раз из той серии, что действительно и так неплохо получилось. Чистая победа, нокаут. Может быть, касаемо Майербека можно добавить, что это один из тех представителей именно чистых базовых ударников. Не чистых ударников, а базовых ударников, которые очень хорошо от борьбы именно защищаются. Борется он сам не фонтан, прямо скажем. Ну, в общем, да, ему это и не надо в таком объеме. Мы об этом как-то упоминали, но он панчер такой, ярко выраженный. Такому достаточно иметь хорошую защиту от партера и уметь контролировать соперника. Если бы у вас удалось на него влезть, то можно контролировать. А мы поздравляем Майербека Тайсумова с этой замечательной победой. Представитель Австрии. Ну, смотрится. Бой смотрится, турнир смотрится. Это все только прилигия к главному действию. Понаблюдаем за повторами. Как, собственно, случился нокаут. Это те самые начальные удары, попытка прихватить. И вот такой Маваш такой с ноги, который попадает Маваси, он даже если и не повреждает очень серьезно внутренние там органы, то, несмотря на это, во-первых, сбивает дыхание. Ты вынужден расходовать какие-то резервы внутренние на то, чтобы восстановиться просто. Ну, а перестрелку ногами, если нет чистого попадания в исполнении Джоша Торпа, мы его как раз и не видели, то ожидать, что ты сможешь Тайсумов просто пробить, сбить ему дыхание, вряд ли получится. Еще много у нас с вами осталось, уважаемые телезрители, интересного. Небольшая пауза, а дальше мы продолжим. Банк ВТБ сегодня системообразующий российский банк, построивший международную финансовую группу. Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 20 банков и финансовых компаний в 19 странах мира. Банк ВТБ – официальный спонсор турнира. Национальный билет... Группа ВТБ 북. Николай Коршанский! Пасы, как военная тропа, кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не искал. Николай Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Юрий Ивлев, я из города Тагадрога выступаю за спортклуб «Легио». Я стараюсь настроиться на победу, на хороший бой. Я ударю его, он ударит меня, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем в прямом эфире, дамы и господа. Еще один бой завершился. Навстречу главному поединку сегодняшнего дня. Федора Емеляренко против Джеффа Монсона. И сейчас, внимание, слово нашему корреспонденту Наталье Кларк. Она проследила, как там соперник российского богатыря приезжал. И вообще какие-то эмоциональные вещи. Наташа. Спасибо большое, Дима. Продолжаю дежурить на своем месте. Вы знаете, здесь действительно очень такая накаленная атмосфера. Мне повезло больше всего, потому что можно видеть спортсменов буквально в шаговой доступности. Но я хочу рассказать о приезде Монсона-снеговика. Он приехал к отдельному входу из своей гостиницы, где он жил эти дни. И вы знаете, он выглядит таким снеговиком, но все-таки вселяет какую-то доброту, ощущение доброго человека. Он успел даже дать автографы. Что-то у него просил. Улыбок, наверное, на его лице. Улыбки на его лице я не увидела. И чувствуется, что он настроен очень серьезно. Но, по крайней мере, это такой внешний вид. Может быть, что у него творится внутри у этого снеговика. Только ему, наверное, самому известно. Но, в общем-то, совсем скоро мы увидим здесь его на ринге против Федора Емельяненко. И мы опять-таки все болеем за Федора. Что ж, Наташа, огромное спасибо. Мы продолжаем работать в нашей студии в Олимпийском. И я сейчас представлю человека, которого безудержно люблю вместе с вами, полагаю, потому что его невозможно не любить. Это самый добрый атлет в истории нашей страны. Многократный призер Олимпийских игр Чемпионов мира под Зюдо Тамерлан Тменов. Тамерлан, добрый вечер, дорогой. Спасибо, что пришел. Ты видел соперника Федора. Мы должны бояться этого американца. Большого, симпатичного и так далее. Я думаю, что бояться не стоит, но стоит, как говорили, недооценивать нельзя соперника. Надо быть уверенным. Я думаю, что судя по тому, как я следил за его интервью и вообще за процессом его тренировок, я думаю, что надо просто сосредоточиться. Я знаю, что родные стены всегда помогают. Мы все здесь собрались для того, чтобы поддержать нашего друга, моего друга, нашего любимчика Федора Емеляника. Я думаю, что ему наставления уже мои, как говорится, не нужны, но мы все болеем за него и переживаем. Тамерлан, в твоей карьере тоже были досадные поражения, после которых ты поднимался и снова выиграл. Вот сейчас насколько Федор с психологической точки зрения готов после тех вот трех памятных неудач? Ну, я думаю, что для Федора это такой эмоциональный, может быть, и ответственный момент, да. И, в принципе, болельщики здесь, друзья здесь. Я думаю, что он соберется и это будет у него хороший стимул для того, чтобы провести бой на хорошем уровне. Но мы всегда говорим, что, конечно, дома нужно собраться. Конечно, дома стены, болельщики, друзья, спортсмены помогут. Но с этой ответственностью нужно жить и с ней нужно справляться. Тамерлан. Как? Вот это и есть, вот это и есть. Если человек видит, что за него пришли столько много людей, вот это дает ему силы перебороть это все. Я думаю, что Федя сильный человек. Он достойный для того, чтобы все люди, которые здесь собрались за него болеть. Мы все с ним. И я думаю, что вот это желание всех людей, чтобы он выиграл, я думаю, это ему даст возможность перебороть. Последний вопрос. Тамерлан, это будет длительный поединок. Мы все раунды увидим, по-твоему. Я понимаю, что ты не любишь прогнозы, но тем не менее. Коротко. Я думаю, он победит сильнейший. Быстро. Хотелось бы, чтобы Федор, но победит сильнейший. Хорошо. Огромное спасибо. Ну что ж, уважаемые друзья, Тамерлан Тменов. Гостем был сегодня нашей студии. Заслуженный мастер спорта, прославленный дзюдоист. Мы знаем, что Федор тоже очень любит заниматься и качественным дзюдоистом также является. Ну а сейчас мы передаем слово нашим комментаторам. А Тамерлан, огромное спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. И вот, соответственно, следующая пара бойцов. Спасибо Тамерлану Тменову и Дмитрию Губерниеву. Из уст подобного бойца, подобного мастера, дорогого стоит комментарий, поверьте мне на слово. У нас небольшая замена на комментаторской позиции. Григорий Григоровский отбыл в известном направлении. Сейчас я дождался, пока представят Юру Ивлева. Александр Шолдякову я представляю вам. Матчмейкер М1. Добрый день. Добрый. Как вы, Александр? На нервах весь? Да, безусловно. Такое событие. Такой турнир грандиозный. И сейчас сразу же с места в карьер нас ожидает очень интересный бой. Ох, Юра. Ох, Юра. Только бы не рассечение. Только бы не рассечение. Только бы не заиграться, не допустить какой-то глупости. Поскольку как человек умеет биться мы с вами, уважаемые поклонники смешанных единоборств, прекрасно знаем, прекрасно понимаем. Рекорд 17.7. Победитель командного чемпионата мира по М1 2009 года. Ну и против него чемпион Панкрейс. ПФС. Великолепный ударник. И бороться человек умеет. Один из лучших проспектов Европы. Жером Буссон. Вот и сразу Юра попытался атаковать. Получил удар на встречу. Ну что, характера, опыта, техники Юрия не занимать. Но и соперник сегодня очень опасен. Посмотрим, что они предложат друг другу. Как это вижу я, Жером будет работать на контратаке. Вот такими ударами Юра низковато держит руки. Об этом уже упоминали. Ни один, ни два раза. Отсюда и происходило большое количество проблем. Но борется Юра лучше. Совершенно однозначно. Ну, партрио тоже очень хороший. Жером Буссон. Бразильская джиу-жицу дает о себе знать. Ну, сейчас то же самое получается, что и в предыдущей схватке принимает французский боец. Тот рисунок поединка, который Юра ему предлагает. Возможно, будет стараться перебить. Ох, как великолепно! Вот он и Юрий Ювлев. Победа! Молодца, Юра! Здорово! Духой нокаут абсолютно. На самом деле, просто фантастика. Вот он, пожалуйста. Вот он, хороший европейский проспект. Два француза здесь сегодня уезжали, выражаясь спортивными терминами. Причем то, как отчалил. Один из как раз бойцов из прекрасной Франции. Чокий совершенно ударный. Да, это, конечно, отдельная песня. Я имею в виду, как Сидин и Сек. Вот Михаила Малютина упал. Просто человек, когда он вставал на ноги, он не понимал, где он находится, кто его вообще поднимает. Что он здесь делает. Абсолютно потерялся во времени и в пространстве было видно. Здесь полегче, но как выходит, как его пошатывает. Ну, с одной стороны, это хорошо. Когда такие поединки, когда так уверенно выигрывают наши, когда Юра доказывает то, что в свои 29 лет, несмотря на технические огрехи какие-то, он все равно великолепный боец. Так, вот одним ударом в этой весовой категории выключать в 70. Хо-хо. Это далеко не многие умеют. И чем приятнее, дорогие друзья, что это боец, представляющий нашу страну, Ростов-на-Дону. Поздравляем Юрия с победой. Как ты сдержанный, Александр? Ждали немножко другого, чуть более затянутого боя? Ну, Жером Буссон, это не мальчик для битья вовсе. Его 9 побед на пустом месте. Человек, не признающий авторитетов. В этом спорте не боишься выходить против любого абсолютно соперника. Была еще хорошей техникой. И нокаут на первых же минутах. Ну, что ж, для него это, может быть, будет опытом. Опытом, неплохим уроком. А для Юрия, ну, что Юрий продолжает свою победную дорогу. Было два неприятных поражения от Даниэля Вайхеля, от Майерга Катайсумова. После чего было просто побоище с Артемом Донковским, который Юрий вытянул в великолепном стиле со сломанной рукой, бившись два раунда. И сейчас молодой, отличный боец. Улетает в нокаут. Ну, Юра доказывает всем свою силу. Ну, и сейчас как раз тот момент, который так ценен в телевизионной трансляции. Пустые абсолютно глаза. То есть из них мысль ушла в какой-то момент. И, соответственно, мы можем только поздравить Юру, являясь победой. Выражаем Владимир Услович, нам руководитель, чтобы заслуженный тренер России, Великан Алексеевич Алаишев. Ну, вот так вот неожиданно все получилось. Очень короткая схватка. Ну, тем ближе, тем ближе главный бой вечера. Конечно, все мы здесь собрались. Здесь ради Федора Емельяненко. Здесь лично мне добавить абсолютно нечего. Ну, и сегодня у нас уже совершенно разные поединки. Мы посмотрели. Были нокауты абсолютно брутальные. Был удушающий прием. Было очень сложное решение. Победа в раздельном решении в очень тяжелом бою. Почему я люблю этот спорт? Потому что когда я первый раз увидел этот спорт, я в него сразу удивился. Это было в 95-м году. Ну, я думаю, что job, которые они делают, в этом числе, особенно, craz혹. Great people, great, really great businessmen. The job, который они делают, is almost unprecedented. This is the fastest growing sport in the world. And getting bigger and better and faster and stronger and tougher. Вообще объединить все команды, американские, японские, русские, французские, голландские, все всего мира. И для этого этот проект Iman Challenge запущен сейчас. Субтитры делал DimaTorzok Федор продолжает. Федор все время и время берет каждую культуру. Все, кто в front of him, он берет. Это невероятно. Федор – уникальный человек. Его сила заключается в его внутренней культуре, в его трудоспособности. Он работает просто на износ перед каждым боем. Это его самая большая сила. Все это может отняться в любой момент. Одна из спортсменных престижных интернациональных промоушений за более декаду. В доме лучшего борца – Федор Милиненко. 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 Мы ждем для нашего следующего вечера. Я из Иллана, США. Мои рейкорды в 15-плесах, 0-плесах. Я представлюсь по-спания-империал Та-Хинама. Сегодня я буду играть с очень сильными. Я надеюсь, что я буду играть на уровне. Я буду играть на уровне, чтобы я буду играть на уровне. Я буду использовать мою битсу для победы. Я уверен, что я буду играть на уровне. Я буду играть на уровне. Продолжение следует... Продолжение следует... Мастер спорта, да. Мастер спорта по многим видам спорта. А сейчас мы передаем слово нашему корреспонденту Наталье Кларк о приезде Емельяненко. Она нам поведает. Спасибо большое, коллеги. Сейчас перед очередным боем мы здесь очень много слышим цитат, очень много мнений о том, что и как себя чувствует Федор Емельяненко. В общем-то о том, насколько он истинный трудяга, истинный борец, истинный, в общем-то, спортсмен, готовый бороться до последнего, до конца. Так вот, мы посмотрели, как он приехал сюда, в спорткомплекс Олимпийский. Это случилось несколько часов назад, он приехал к специальному подъезду номер 4. Вел себя достаточно скромно, спокойно, в огневое окружение было всего несколько очень близких к нему людей, которые, собственно говоря, видимо, помогают ему эмельцандально подготовиться к такому важному поединку, как сегодня, про Джеффа Монсона. В общем-то, он открыл свою сумку, посмотрел, где он проверил, все ли на месте, все ли хорошо, и принялся к обычной процедуре, так готовиться к этому поединку, к этому матчу, который очень важный для него. Меня зовут Александр Яковлев, я из Санкт-Петербурга, представляет клуб Александр Невский. Сегодня я уду в ринг для того, чтобы победить, постараюсь закончить бой досрочно. Мой номер, я из Санкт-Петербурга, я из Санкт-Петербурга, Канария. Моя рейкорда – 15 победа в Канаде, 0 derроте. Я representаю на спании санкт-петербурга «Тахинама». Сейчас красочный выход у нас заканчивается. Красочный выход Александра Яковлева. Начал я, что он мастер спорта по рукопашному, по вольной борьбе, по самбо, по боевому самбо. Вот сюда еще мастера спорта по боксу добавить. И будет вообще нарядно. По словам Александра, цитирую его же, мастеров спорта много, чемпионов мало. Я хочу подчинять. Ну и как всегда, красочный, эпатажный выход Александра Яковлева. Что-то новенькое. В прошлый раз мы видели совершенно иное представление. Ну в том числе с ним и команда. В том числе с ним и команда работает, имею в виду. Что я могу сказать. Ну сейчас давайте заслушаемся от Киринка Нонсера. Дальше продолжим. Киринка Нонсера. His opponent stands across the ring to my right and fights on a great corner. He stands 181 centimeters, 6 feet, 1 inch tall. His official weight, 77 kilograms, uneven 170 pounds. His record, 17 victories, 3 defeats, fighting under St. Petersburg, Russia, Александр Яковлев. С вами Юджи Шамадо будет этот бой реферить. Реферить? Хорошее слово, Александр. Регенда. Ну и давайте все-таки переведем нашим атлетам, нашим поклонникам данные о атлетах. Хуан Мануэль Суарес. Ну вот знаете, обсуждали мы как-то была эта тема. Вы по поводу рекордов? Да, по поводу рекордов. Ну его рекорд 15-0 на самом деле. Вчера испанская команда... Лично его заявила? Да, подала заявку, документы. У нас 15 побед, ни одного поражения. Единственное поражение, да, была взята статистика из интернета и на одном сайте. Может быть там была допущена ошибка, может еще что-то. Ну, вернее, у нас начался поединок. Коротко упомяну то, что у Саши Яковлева 18 побед, 3 поражения. То есть парни, несмотря на то, что достаточно все-таки молодые, уже рекорды у них говорят о себе очень много. Ну, сразу 32 года. Нельзя сказать ветеран, в этом весе, если ты выходишь и бьешься, значит ты готов. Обидеваться-то некуда. Да, тем более до 77 килограммов. Хотя, ну, это расхожее мнение. Кто-то считает уверенным, кто-то нет. Я, в общем, склоняюсь, наверное, к тем, кто считает, что оно правильное. Легковесы стареют, наверное, в боевом плане немножко раньше. Поэтому здесь 32 это такой полноценный ветеран уже. Но при этом это никаким образом не сказывается на готовности. Человек много занимается. Не первый раз мы его увидим далеко. Как он побеждал, мы тоже наблюдали. Ну да, ему удалось победить двух наших прославленных ветеранов. Ислама Каримова в 2008 году. И Арсена Тимирханова на Манчеллендж 25 в этом году. Тогда же, когда Александр Яковлев, впервые выступая на ринге М1, блестяще просто провел бой против Кристиана Экерлина. Заставил его сдаться. И вот два победителя. Сошлись бои. Очень опасное положение. Конечно, да. Надо стряхивать. Хорошо не прошла гильотина. Александр сверху работает в партере. Но очень-очень опытный именно в бразильском джиу-джитсу испанец. Работа из гарда это его стихия. Для наших поклонников, может быть, лишний раз напомним, то, что в бразильском именно джиу-джитсу позиция снизу в партере, особенно в гарде, она не является защитной. Она является атакующей. Остро атакующий, я бы сказал, хитросплетение различных комбинаций, болевых, удушающих приемов. Тут еще боевая гибкость. Есть такое понятие, насколько человек быстро думает, насколько он быстро меняет позицию. Из-за того, ну и растут ноги у мастерства. Вот этим абсолютно незаметным движением, подтягиванием коленей, обратите внимание. Да, смотрите, пытается закинуть треугольник. Надо сбрасывать, Саша, прекрасно. И не увлекаться, не увлекаться. Немножко поаккуратнее. И по ногам. Ну, в общем, да. Сразу же рефери приводит в стойку. Ну, чтобы это не сводить, чтобы была динамика, была скорость. И для весовой категории до 77 килограммов. Если в любой момент можно ожидать взрыва. Ой, как неприятно. Да, 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 надо идти сейчас в атаку. И Александру тейкдаун. Надо бы шею сейчас вырвать. Аккуратно. Очень аккуратно подбирает ноги испанец. И держит, держит захвате Александра Яковлева. Очень неприятное положение для нашего спортсмена. Ну, что, если без активности поднимут? Ну, что, зевнул? Что получилось-то? Что получилось? Пропустил удар, зевнул. И хорошо, что сразу же, может быть, на рефлексе, на том, что натренированно прошел в ноги, бросил. Не дал развить успех испанцу. Легкого боя здесь не будет ни для кого. Здесь два мастера. Самых настоящих. Угрожает хаммерфистом. Показал левый, ударил правый. Сбросить руку еще один туда. Вот они, вот те самые набросы, которые говорят именно о готовности спортсмена. Сейчас, да, сейчас француз будет убегать пытаться. Отдаст ли спину? Не факт. Испанец, прошу прощения. Что ж я французом постоянно хочу назвать? Хонмануэль Суарес, конечно же. Убегать будет испанец. Он не только будет убегать. Он будет сейчас попытаться, конечно же, на болевой что-то провести. Ну, вот опять, вот опять. Левое бедро пошло. Вот сейчас, да, на треугольник явно совершенно лезет Хонмануэль Суарес. И даже закидывает. И закидывает. Но прекрасно, прекрасно. На своем семинаре в клубе Александр Невский Александр показывает несколько вариантов выхода с треугольника. Собственно, один сейчас и использовал. Еще раз. Вторая попытка. Еще раз. Но не надо так разбрасываться, конечно. Надо очень аккуратно быть. Саша. И надо что-то самому уже придумать. Потому что испанец-то атакует. Находясь снизу. О чем вы говорили, Дмитрий. И хорошо проходит. Прошли, прошли удары. Раз, два, три попал. Внимательнее, внимательнее. Никуда не торопиться. И руку, руку аккуратно. Вот вчера Дмитрию Самойлову, к сожалению. Так ее отломали. Да, не посчастливилось попасть на этот достаточно серьезный болевой прием. Очень аккуратно надо быть Александру. Контролировать свою руку. Суарес. Суарес взял жесткий захват. Сейчас будет пытаться перейти. Зал поддерживает Александра Яковлева. Комбинированный слез. Молодец. Все правильно. Продушающий через руку. Треугольник руками. И пойдет треугольник руками. Ну что? Терпит? Терпит Суарес. Оказывается, все в порядке у меня. Но это вот маленькие хитрости. Лишний раз так рукой погладить. Саша взял очень хорошо. Захват. Закручивай, закручивай. Закручивать надо. Мне отцу, а раз говорю, да у меня все в порядке. Умение терпеть. Он сейчас отдает спину, да. Но умение терпеть у этого парня великолепное. Саше надо очень аккуратным быть. Опыт. Огромный опыт испанца. Вот эти вот ловушки он раскидывает просто на каждом шагу. Смотрите, сперва по кал-треугольник. Сейчас сразу же перешел на ключ. Хватит ли сил? Поскольку ударов-то он по себе напропускал. Ну да, Саша тоже как бы показал, что... Вот эта внешняя расслабленность нехорошо, крайне нехорошо для российского бойца. Лежащая левая нога на плече. Это в любой момент это идет в прием. Что прекрасно сегодня показал Алибер Дураев. Вот, кстати, пожалуйста, очередная находка. Артур Гусейнов травмировался. Но появился новый проспект. Вышел 4-0. Побеждает опытнейшего, заслуженного ветерана всех возможностей турниров по смешным единоборствам. И получается, что в средний вес М1 добавляется новая звездочка, которая может в скорости рассчитывать и на титульный бой. По первому раунду повезло, что убежал от приемов? Или это все-таки наработка? Вы все-таки имеете возможность, Александр, своего тезку видеть в тренировочном процессе по меньшей мере? Наработки, конечно же. Александр Яковлев, это... Ну, как говорят, если Гусейнов, это звезда стойки в бою, то Александр Яковлев, это звезда в борьбе. И вот Александр Яковлевич Коршунов рассказал такую интересную историю, его тренер. И ныне тренер параллельный с Горной Питера по самбо и клубу Александр Невский. Говорят, многие новички, приходя в клуб, говорят, ну, я умею бороться, мне бы сейчас... Ну, для начала мне бы с кем-нибудь полегче. Им говорят, ну, выбирай кого угодно. И все цепляются за Сашу Яковлева, потому что он как-то... Он такой не производит... Страшного впечатления. Страшного впечатления. Ну, и люди тут же обманываются очень сильно в этом. Мне какого-нибудь не очень сильного. Да, прекрасный вариант, когда ты приходишь в клуб и говоришь, дайте мне мешка, я его побью, и уйду очень довольный, какой молодец. Тут все честно, говорят, выбирай сам. Выбирают. Ну, что ж, у нас второй раунд. Соперники осторожничают. Александр уже пропустил один серьезный удар в первом раунде. Ему надо быть пособраннее. Хуан Мануэль Сорос в прошлом своем бою чуть не отправил в глухой нокаут. Арсена Тимирханова тут с трудом, с трудом восстановился. И вот здесь тоже он показал, что руки у него очень жесткие. Не надо разбрасывать Саша. Надо быть очень и очень собранным, очень аккуратным. Победитель этого боя будет очень близок к шансу выйти в бой за поезд чемпиона. По версии Манчеллендж. Весовой категории до 77 килограмм. Ставки очень высоки. Вот только хотел сказать, что... А где ноги-то? И вот сразу начал обрабатывать. Он показал ногами клинч. Ну что, и опять. Опять есть позиция сверху. Можно работать. Но работать надо очень аккуратно. Помятуя о том, что Суарес при любом... При первой же возможности будет забрасывать свои ноги. Может быть еще что-то будет изобретать. Арсенал, атакующий болевых приемов этого парня просто... Смехшибательный. Что сейчас Александр делает? Он делает то, что против мастера бразильского джиу-дюцу, подобного мастера, и надо делать. Он постоянно бьет. Постоянно бьет. Когда ты получаешь удар, у тебя нет времени думать про тот прием, который ты хочешь исполнить. Тебе надо защищаться начинать. Ну, вспоминаем легендарный бой Федора Емельяненко, Антонио Фадриго Нагейра. Федор постоянно бил. Не давал Нагейре делать ничего, и все. Абсолютно. И не стал с ним бороться. Этот бой чудом просто нокаутом не закончился. Ну, там Нагейра. Там его терпение. Да, тот Нагейра. А вот, кстати, у нас сейчас все-таки Александрова бьет он хорошо, но надо все равно быть предельно аккуратным. Где опасность видите? Опасность? Ну, смотрите, сейчас с правого боку все подбирает, как бы, свое колено. Сам Хванель Суарес может попытаться на ногу снизу выйти, либо закинуть резко на плечо. Придерживает он левую руку, подтаскивая бедро. Да. Правое. Может резко перейти сразу на болевую. Смотрите. Вот видите, как правое колено. Еще. Он так подбрасывает, 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 подбрасывает. Ну, и стойка. И стойка, да. В данный момент не срослось. Не срослось. Саша поработал. Тоже неплохо. И Суарес попытался атаковать. Не сложилось. Видишь, Шимада поднимает обоих стойку. Неплохая атака. Надо быть пособранным, конечно, Саша. Вот эти очень разухабистые удары ногами. Попал. Попал. Стряхнул ноги уже от Суареса. И сразу отдает позицию. Ну что, ну а если фуллмаунт хотя бы? Хотя бы фуллмаунт. Хотя бы фуллмаунт, да. Хотя бы фуллмаунт. Звучит, да. Это я понимаю, что довольно странно. Уже мы поклонники смешных единоборств. Ну, хотя бы фуллмаунт. Это от большого желания того, чтобы наш все-таки сделал. Пенальти. Да, хотя бы пенальти. Ох, здорово. Вот это хорошо. Локтем по селезенке. Вот это немногие, кстати, используют. Ну что, можно работать локтями в корпус. Работай. Но сейчас пытается опять прибрать на удушающий премию, так понимаю, Александр. А если хотя бы фуллмаунт? Нет. А вот почти, почти. Хорошие удары, хорошие удары проходят. И поворачивается спиной испанец. Ну что, это шанс? Это шанс! Еще, еще. Бить, бить, бить. Нельзя останавливаться, конечно. Нельзя Суаресу не давать вообще ни секунды отдыха. Хорошие удары. По корпусу, по голове. Тяжело испанцу, но при всем при этом не будем забывать о том, насколько он опытный, насколько он хитрый, насколько он техничный. Ни секунды не должно быть расслабления в таком поединке. И еще удушающий через руку попробовать. Нет? Нет, не войдет, не войдет, не войдет. Есть. Попал! И попадает! И можно останавливать... Да, можно останавливать бой победы Александра Яковлева! Великолепно! Молодец. Кажется, что сейчас скин олимпийского просто рухнет. Александр Яковлев из клуба Александр Невский, Санкт-Петербург. Победа. Очередная победа. Первое поражение. В рейтинге непобедимого испанского бойца Хуан Мануэля Суареса. Да, и никто не скажет, что это было не по делу. Все по делу. Без вариантов абсолютно. Без вариантов абсолютно. Мы видим, Андрей Семенов вышел поздравить Александра с победой. Ну что ж, великолепный бой двух мастеров. И наш боец оказался сильнее. Вы, Саша, вы знаете, имидж не соответствует тому, как он выглядит и говорит, делайте со мной что хотите. Такой мальчиш-плохиш. Я, конечно, понимаю, что бочка варенья и корзина печенья это наши всегда практически, но... Ну не похож, но какой-то плохой. Александр один из, ну скажем, сейчас, пока на сегодняшний момент редких шоуменов, именно российских смешанных единоборств. Всеми силами он этот образ поддерживает в четырехугольнике огороженным канатами. Но за пределами ринга это совершенно другой человек, поверьте мне. Вежливый, скромный, обходительный. То, о чем я и говорю. И настоящий трудяга на тренировках Паши для седьмого фото. Да, можно себя позиционировать, дорогие друзья, практически как угодно. Надевать на себя, ведь маску ниндзи, хоть брать самурайский меч. Ну, если бы я на мото этим развлекаюсь, без самурайского меча, понятное дело. Но при этом работоспособность, она и тот объем именно работы. Даже не работоспособность, а объем работы, который ты выполняешь. Это, наверное, основное. Ну и с удовольствием слушаем технический нокаунт. Красный угол. Александр Яковлев. Искренне поздравляем его с этой замечательной победой. Самый директор группы Александр Яковлевский. Россия! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые дамы и господа, наш турнир проходит при поддержке Департамента физической культуры и спорта города Москвы. В лице Воробьёва Алексея Олеговича. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Федя, улыбнись, пожалуйста, Федя. Спасибо. Иногда путь к мечте оказывается намного короче, чем ты мог себе представить. Зерзкое и несбыточное желание вдруг становится осязаемой реальностью. Путь зрителя пройден. Теперь ты на пути бойца. С первой в России. Магазин ММА «Империя». Я в горе. Сергей Торниев! Фиде здоровый образ жизни. Стоит смешанные я на борце. Стой, 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 стой! Блин, так долго. Да ладно, нормально. Нет, для народа. Ну что, мы продолжаем, дамы и господа. Наш прямой эфир, говорит и показывает спорткомплекс Олимпийский. И все меньше и меньше времени остается до начала главного сегодняшнего боя. Федор Емельяненко против Джеффа Монсона. Вадим Кингенштейн, гость сегодня нашей студии. Промотор Федора Емельяненко и президент компании МВАМ Глобал. Здравствуйте и спасибо за тот праздник, который вы организовали. Потому что, я думаю, очень многие виды спорта могут позавидовать той атмосфере, которая сегодня царит в Олимпии. Спасибо, Дим. На самом деле, я боялся делать эту арену. У меня был выбор или сделать ходынку на 12 тысяч, или здесь на 22. Вы знаете, сколько точное количество зрителей? 22 тысячи. 22 тысячи. Ну, а посмотрите, сколько по ту сторону экрана. Вот сейчас обратите внимание, кстати, вот то великолепие, та красота. 22 тысячи зрителей. Притом. Переполнено в Олимпийском. И огромное количество сейчас смотрит Россия 2. Притом могу сказать, что это билеты не розданы, а проданы. Ну, хороший бизнес. Ну, давайте все-таки о спорте сейчас. Итак, в каком состоянии Емельяненко? Он готов. Но я хочу ему только пожелать удачи. Потому что он готовил сейчас в Амстердаме. Его готовили лучшие тренера. Поэтому только удача нужна сегодня вечером ему. Что соперник? За его спокойствием все-таки угадывается потрясающая сила Монсон в порядке. Ну, Монсон легендарная личность. Почему этот турнир называется «Битва легенд»? Потому что это две легенды. Монсон 42 победы. Это уже с собой говорит. Притом, какие победы? И у меня нет слов. Монсон величайший тоже боец. Витает в воздухе это слово «психология». Потому что собраться на глазах миллионов людей Федору, который все-таки до этого уступал, и мы это видели, невероятно тяжело. Вот насколько он готов сейчас выйти и почувствовать и не дрогнуть? Ну, посмотрим, насколько он готов. Я думаю, готов. Знаете, может быть, как никто другой? Я чувствую, он готов. Но, вы знаете, я не хочу загадывать. Хорошо. Подготовка без травм. В этом смысле все ли прошло гладко? Нет, все замечательно. Количество спарринг-партнеров, необходимые нагрузочные часы, все выдержал старший? Да. У него были и силовые нагрузки, и скоростные. И качался он физически, потому что Монсон сильный физически. А так как он физически сильный, Федор, чтобы противостоять ему, вы видели на взвешивании, Федор тоже 108 килограмм. Обычно его вес 103-104. Что-то новенькое он сегодня приготовил из своего мощнейшего арсенала, потому что, с одной стороны, мы хотим увидеть нового Емельяненко, а с другой, мы хотим почувствовать, что он показал все то, что знает и умеет. Не знаю, не посмотрим. Я не ввыду гадать. С вами непросто, но у меня такая работа, и нам еще тут 2,5 минуты находиться выпить. Я думаю, у него спортивная злость присутствует, поэтому посмотрим. Чем опасен Монсон тогда для Феди в данном конкретном случае? Чем опасен Монсон? Монсон опасен, если он пройдет партер, Монсон физически очень сильный. Федор быстрее, у него скорость лучше в боксе, поэтому я надеюсь, что Федор не допустит его в партер. Кстати, про партер говорил еще и сам американец, то есть он предполагает одержать там победу, я слышал об этом. Но Федор готовился к партеру тоже, поэтому пусть не настраивается на легкую. Ну вот сейчас, обратите внимание, как раз наш американский гость, битва легенд и огромное количество фанатов этого человека, естественно, мечтают получить плакат с автографом. И надо сказать, что здесь, опять же, в отличие от многих-многих видов спорта, люди успевают показывать и профессиональный, и бокс, и джорджитс, и борьбу с межнедоборством, и в то же время умело позировать перед телекамерами и, в общем, никак не реагировать. Вот откуда это чувство? Это спокойствие, когда на тебя смотрят миллионы? Ну, Монцерт вообще приятный человек. Вот, ну, я не знаю, вот я с ним, он приезжал. Глядя на него не скажешь. Шесть недель назад он здесь был, и мы с ним общались два дня, мне очень понравился, как человек. Совершенно такой вот без комплексов, чистый, простой. Анархист. Да не похоже. Слушайте, но он психолог хороший. Мне кажется, что в порядке будет тот человек, который разгадает загадку Юмильяненко. В психологической точке зрения там, в ринге. Ну да. Ну, будем надеяться, что не разгадают. Хорошо. Еще тогда вопросы. Вы подготовили великолепный андеркард. То есть вот те бои, которые мы видим сейчас, они тоже на загляденье. Откуда эти люди? И получается, что талантов у нас в стране так много в Снешнике не набор. Их просто мало знают. Поэтому вот благодаря вам сейчас их видят. Я надеюсь, что у нас появится не один Федор, а такие же ребята, которые будут такие же арены собирать. Они вот они, здесь все. Ну и скажите, последний вопрос. Что дальше для Юмильяненко? Потому что вариантов может быть два. Выиграл, проиграл. Давайте посмотрим. Давайте дождемся, Дим. Вадик Кельштейн, этот человек не раскололся, как тот партизан, уважаемые друзья. Но кое-что все-таки мы узнали про мотор Федора Емильяренко и президент М1 Глобус. Спасибо огромное, Вадик. Ну а мы смотрим дальше бои на пути к главному противостоянию Битвы Легенд и Емильяренко Монстр. В прямом эпире. Поехали. Спасибо. Я Хосе Фигуруа, педагоговщик. Поработаю в Орландо, Флориде с американским топтингом. Сегодня я буду защищать мою титул, показывать мои шаги, а в высокописную борту, и я готов, чтобы пять ровно идти к дистанции. Меня зовут Данил Вайшел. Я бороюсь из Франкфурта, Германии. Я бороюсь для ММА. Сегодня я беру, что мне вернует. М1 Белл. Я люблю Россию. После объявления ринг-анонсера мы вас подведем вместе с Александром к следующему поединку. А пока посмотрите на этих двух бойцов. Даниэль Вайхель и Хосе Фигуруа. Войхель и Хосе Фигуруа. Даниэль Вайхель. Даниэль Вайхель. Сanding across the ring is the man fighting on a third ring corner. Each man has 191 centimeters, 6 feet 3 inches. His official weight is 70.5 kilograms, 155 and 1 half pounds. His professional record, 10 victories opposite for the beats, fighting on a board of the land of Florida, USA. He is the right, defending, in one goal, lightweight world champion, Hosea, the people's champ, Figueroa. Ну, дорогие друзья, собственно, все было объявлено. Хосе Фигуруа защищает чемпионский пояс. Да, титульный бой отнять его пытаться будет Даниэль Вайхель, представитель Германии клуба MMA Spirit с хорошим рекордом, 27 побед, 7 поражений. Ну, давайте за американцев все-таки вы поговорите. Саша Фигуруа представляет православленный American Top Team и их отделение в Орландо. Его рекорд 10 побед, 4 поражения. На данный момент он является чемпионом не только M1 Selection America, но и действующий чемпион M1 Challenge. Ему удалось отобрать пояс у Артема Домковского. Как это было, кстати, на Палмуте? Это было на турнире в Америке. Артем... Артем приехал, себя не напоминая. Себя абсолютно не напоминая. Сказал, скорее всего, о климатизации. Ну, и, собственно, американец был в очень хорошей форме. Все грамотно очень сделал и сумел техническим нокаутом в втором раунде держать победу. Я Артема тогда просто не признал, поскольку я видел его бой за чемпионский пояс. Я помню эту схватку прекрасно. Великолепный бой. Что там было там с Тайсумовым? Это просто фантастика. По-другому не называется. Что вчера было с Рачичем? Ну, Рачич. Рачич, знаете, дорогие друзья, ему сильно повезло. Мы сейчас с Александром обсуждаем турнир, который только что завершился в Уфе. И возвращаемся. И возвращаемся. Давайте к схватке. Об этом немножко позже. Формат 5 по 5. 5 раундов по 5 минут, соответственно. Чемпионский бой. Если брать плюсы и минусы каждого атлета, у Вайхеля лучше борется. Это мое личное мнение. У Вайхеля в стойке, вам скажу, Дмитрий очень хороший. Собственно, бой его с Юрием Ивлевым это доказал. Да, он Ивлевым пасек, что называется. Удары в прыжке коленями, фирменный знак команды из Германии. Неглохие удары руками. Но вот здесь Хосе пользуется очень грамотно. Именно преимуществом в росте и в длине рук. Пока перебиваю Вайхеля. Кстати, обратите внимание, вот чисто визуально, да, вспомните Юрия Ивлева, допустим, легковеса. Вспомните ребят, которые открывали этот турнир легковеса. Посмотрите, вот американец и немец. По своим размерам... Чем-то похоже, да. По своим размерам может превосходить даже предыдущую пару Якова Левсуарес, которые на одной из своей категории больше выступали. Это показывает на то, как грамотно люди умеют гонять вес. И Вайхель гоняет с 82, Фигерово где-то примерно так же. Ну, это знаете, это на что я почему сказал похоже. Это похоже на индустрию, которая... А это похоже на победу. Да, это за Биле. Да, новый чемпион у М1 Челлендж появился, Даниэль Вайхель. Вы знаете, что он сказал буквально перед выходом на бой? Я отсюда увезу то, что принадлежит тебе по праву, мой чемпионский пояс. Теперь он его увезет. Теперь он его увезет. Вот как умеет человек взрываться. Это же просто потрясающе. Если разбирать сейчас и глядеть именно на повторы. Даниэль просто молодец. Молодец, поймал момент и воспользовался на все 100%. Фигероа именно перебить на руках. Я, честно говоря, ожидал чего угодно, только не такой развязки. В разрез туда прямо прямой пришелся. Сейчас пытается в себя прийти представитель Американ Топ Тим, но что-то никак. Я люблю Россию. Эти слова были тоже не лишние, правильные и абсолютно искренние. Германо-немецкий флаг наших народов всегда, не только мое мнение, у нас очень много общего. И те исторические, наверное, ошибки здесь по-другому не скажешь. Именно ошибками и случайностями являюсь. А вот мы видим, что уже Вадим с интервью поднялся на ринг. Ну да, Владима Дмитрий Губерник пытал страшными пытками. И так он и не сказал ничего. Здесь я согласен в плане, что я бы очень стойким партизаном Вадим был бы, если бы это случилось. Ну, здесь обуревают эмоции. Здесь обуревают эмоции. И Фигероа, ну, это очень хороший, очень крепкий боец. Чемпионский пояс ему не сам в руки прыгнул. Ну вот опять. Все-таки немцы до России немножко ближе, чем американцы. Ну и поддерживаю. Тут еще вопросы. И плюс зал-то болел за Вайхелев. Даниэлем Вайхелев. Да, безусловно. Даниэлем Вайхелев. Послушайте, как его публика приветствует. Ну вот обещал, что увезу чемпионский пояс и заберу. Да, вот он его получает. Ну, если Вадим немножко не стал раскрывать всех дальнейших планов, то можно сказать, что, скорее всего, защита пояса вот этого в легком весе Даниэлем Вайхелев состоится очень скоро. Она планируется 9 декабря. Совсем скоро? На турнире Манчеллендж 30. И сейчас, дорогие друзья, мы пытаемся заговорить, наверное, о главном событии. Делаю это не умышленно, а очень сильно нервничаем. Поскольку следующая схватка, именно следующая, буквально через пару-тройку минут, мы с вами увидим Джеффа, снеговика Монсона, против Федора Емельяненко. Все то, зачем мы все сегодня сюда пришли. Данный поединок будет где-то в районе 18.00, то есть 10 минут у нас с вами будет. Поговорите, что-то обсудите. Дмитрий Губерниев с его многоуважаемыми экспертами. Ну, а мы все с нетерпением этого дела будем ждать. КОНЕЦ 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 Самбо-70. И лично руководителя школы, заслуженный тренер России, Ренат Алексеевич Лайшев. Наш турнир проходит при поддержке Департамента физической культуры и спорта города Москвы в лице Алексея Олеговича Воробьева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сергей Корниев! 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 Наверное, давление может быть, что он выступает у себя после долгого перерыва, выступает в России. Что вот такое количество людей сегодня пришло посмотреть, поддержать. А сколько людей смотрят у экрана телевизора, то, что будет твориться? Ну, мое личное мнение, как профессионального бойца, спортсмена, то, что у Федора очень сильная психология в этом плане. Я считаю, что он знает, как готовится, как выходить. То есть мы профессионалы и готовимся. Ну, а Джефф внушает, скажем так, угрозу такую? Вот он настолько суровый, у него все тело в наколках. Я не знаю, когда я его увидела блеском, мне стало немного страшно. Потому что Федор, он такой улыбчивый, он такой добрый, мягкий и пушистый, кажется. Ну, я считаю, что внешность, она как бы обманчивая. Я считаю, что Джефф тоже хороший, по крайней мере, по его интервью, по его высказываниям. Он вполне адекватный человек, нормально, с ним можно общаться. Ну, и надеемся, они покажут красивый бой и победа будет за Федором. Спасибо большое за то, что ответили на некоторые вопросы. Это то, что ждете, как и все мы до боя Федора Емельяненко. Но у нас есть еще один небольшой сюжет. Он посвящен тому, собственно, процедуре, которая предшествовала сегодняшнему дню. Процедура взвешивания. И, как мы знаем, что у бойцов есть такая процедура, когда они вымеряют буквально до граммов. То из них тяжелее. Предлагаю сейчас как раз его и посмотреть. Пресс-конференция, посвященная предстоящему бою, Емельяненко Монсон, состоялась в этом прекрасном и красивом месте. И вызвала неподдельный интерес со стороны журналистской общественности. Гвоздь программы данного предматчевого шоу – это церемония взвешивания спортсменов. Но, так сказать, фейс-ту-фейс главного поединка вечера мы так и не увидели. Более того, спортсмены даже взвешивались в разное время. А все потому, что Джефф Монсон не вышел к ожидавшей его публике в заявленное время – в полдень. Не было его и в 13.00. И пошли различные догадки. Я надеюсь, что Джефф Монсон подойдет. Я думаю, что он просто не читал приз, который ему дали, по своим взглядам, как говорится. У него никто не может стоять, не может пошел гулять туда. А может, чемпион мира по джиу-джитсу отправился на очередной мастер-класс, которому он в Москве дал несколько штук. Может, Монсон просто решил еще раз воспользоваться московским метрополитеном? Или нагло спит в номере? Все-таки трансконтинентальный перелет, смена часовых поясов. И такие версии журналистки-братья верными не стали. Оказывается, Монсон просто решил поехать встретить свою жену в аэропорт, но совсем забыл, что в Москве можно встать в пресловутую пробку даже в выходной день. Момент ожидания американца оказался сладок для одного из спортсменов. Известный художник Арсений Власов преподнес Федору Емельяненко подарок. Картину, портрет великого бойца современности. Мне кажется, это очень ожидаемое событие. Я сам очень ждал этого момента и решил создать картину. Федор Емельяненко по всей красе с российским флагом и подарить ему эту работу. Мне кажется, получилось очень красиво и Федору понравилось. Дабы не затягивать и не томить участников взвешивания, организаторы решили, не дожидаясь Монсона, провести эту процедуру. Боевой вес Емельяненко 108 килограмм 100 грамм. Многократный чемпион мира еще несколько минут ждал предстоящего соперника, но вскоре ушел к себе в номер. И буквально после этого, спустя две минуты, появился таинственный Джефф. Внешне Снеговик, это прозвище американца, был очень взволнован и растерян. Организаторы успокаивают Монсона, мол, ничего страшного, жену встретить святое дело. И Емельяненко все понял, для Федора семья также на первом месте. Я очень переживаю, что опоздал на взвешивание, простите, что заставил вас всех ждать. Мне очень неловко, но хорошо, что я все-таки добрался. Сейчас встану на весы и пойду отдыхать в номер. Мне нужно настроиться на бой. Пока Джефф отвечал на остроумные вопросы наших коллег по цеху, весы вернулись на свое закодное место. И фиксируем показатель. 107,8 боевой вес американца. Монсон на 300 грамм легче россиянина. Да-да, и еще обязательный осмотр врача. Пульс, давление. По внешнему виду Монсона заметно. Американец психологически быстро восстановился. Начал улыбаться и шутить. В общем, по всем показателям, в том числе и медицинским, к бою готов. А вот в космос можно отправлять? Ну, если на российском корабле, то да. Мы согласны. Действительно, у него давление космонавтов. Боевитость, четкость, цепкость. Во всем хорош, таинственный Джефф. Даже в космос полетить может. А вот победить Федора Емельяненко – это большой вопрос. Ну так, уважаемые друзья, все меньше и меньше времени остается непосредственно до начала главного боя сегодняшнего дня – «Битва легенд». Федор Емельяненко и Джефф Монсон уже через несколько минут спортсмены появятся в ринге. Ну, а сейчас давайте поприветствуем блестящего спортсмена, актера, телеведущего Олега Токтарова, который, естественно, следит и очень много знает про смешанные единоборства. Олег, приветствую тебя. Ну что, мы говорим о психологии, потому что Федору придется очень непросто, учитывая то, что нас здесь в этом зале 22 тысячи и миллион по ту сторону экрана. Справиться, я знаю, ты следил за парнем, за тренировками, за философией и так далее. Ты знаешь, я очень волнуюсь. Дело в том, что нельзя так часто выступать, нужно психологически было отдохнуть. Я совсем недавно был в Риме, знаешь, слушал экспрессовода электронного, и вот одно у меня осталось в памяти. Гладиаторы выступали раз в полгода. Гладиаторы. Даже они уже знали. Даже они знали, что организм не восстанавливается психологически. У меня было всего две победы, и обе, извините, всего два поражения, да. Но эти поражения были после побед. То есть я выигрываю на этом задоре, еду через все материки, через неделю выступаю и проигрываю. Два раза такое было. Я знаю, как тяжело выступать перед своей публикой. Такого мандража, чем тот, когда я выступал на Ходынке, мне не было даже, когда в детстве я выступал. Да, но, Олег, послушай, одно дело, когда ты вот на этой волне успеха идешь дальше, пусть терпишь неудачу. Другое дело, когда череда неудач, и сейчас волнуются все, и сам Федор, и его тренерский штаб. То есть здесь уже, ну, совсем иной масштаб. Знаешь, я очень надеюсь, что его соперник просто окажется удобен, понимаешь? В каком смысле сейчас поясни? Ну, у Федора есть какие-то соперники, которые, ну, не его планы люди, то есть ему с ними тяжело. Это в основном тягучие ребята, ребята, которые могут из партера со спины что-то делать. Но ведь он тоже готовился, Монсон. Монсон, он немножко другого плана, он все-таки больше такой бройлер, знаешь, такой мощный парень. Я думаю, что для Федора это удобный соперник. Но, опять же, я, ну, то есть если я выбирал, я бы выбрал более проходного соперника. Монсон все-таки очень, все-таки тяжелый. Но сейчас мы столкнулись с реалями, что называется, надо побеждать того, кто у нас есть. Федор никогда легких путей не искал. Как это прекрасно. На его месте можно было не лезть, например, в эту восьмерку, в этот турнир Strikeforce. Можно было сидеть спокойно и ждать, когда будет какой-то более, значит, привычный, удобный соперник по стойке, по манере ведения боя. А ему, понимаешь, ему хочется все. Вот он такой максималист. Значит, нам остается только ждать, что я могу сказать. Ну что ж, а сейчас подтверждение некоторых абсолютно справедливых слов господина Токтарова. Давайте посмотрим сюжет про Федора Емельяненко и дальше возвращаемся сюда в прямой эфир. Рассказывать про Федора Емельяненко можно бесконечно долго. Этот человек – легенда смешанных единоборств. Но даже легенды иногда проигрывают. Так случилось и с Федором. Три поражения в последних трех поединках. Для многолетнего непобедимого суперчемпиона – это настоящая катастрофа, которая, к слову, чуть не вынудила Емельяненко закончить профессиональным спортом. Но слава богу, что эмоции улеглись, и сказанные после боя с силой слова так и остались словами. Впрочем, даже несмотря на серию поражений, болельщиков у Федора в нашей стране ничуть не убавилось. Емельяненко – это своего рода бренд. Символ спокойствия, рассудительности и честности. В профессиональном спорте, тем более в боевых искусствах, таких как Федор осталось очень мало. К слову, когда мы говорим про Емельяненко-старшего, то напрочь забываем, что такое эмоции. Пожалуй, Федор лишь раз дал себе слабину, как раз-таки после поражения от силы. В остальном – это железный человек. И с точки зрения физических данных, и с точки зрения психологии. Будет ли у последнего императора преимущество над снеговиком Джеффом Монсоном – вопрос непростой. С одной стороны, Федор моложе соперника на целых пять лет. С другой – американец в боевых искусствах тоже отнюдь не новичок. Но у Емельяненко есть то, чего нет, наверное, ни у одного его соперника из дальнего зарубежья – школы самбо. Именно благодаря технике этого боевого искусства Федор и добился того, чего добился. Сейчас наш соотечественник мотивирован как никогда. Во-первых, нужно вернуться в привычное победное русло. Во-вторых, сделать это надо красиво, дабы ответить критикам. И при этом доказать всем, что Емельяненко еще рано списывать в запас. Олег Токтаров в нашей студии. Олег, вот у меня есть знакомая поклонница этих видов единоборства или искусства Юлии Схимов. Так вот, она говорит, что Монсон приехал сюда так покрасоваться. Денег много, публика специфическая, чужая. То есть, вроде как, результат неважен, он уже в порядке. Так с чем он тогда непроходной, с точки зрения женщины? Да, это точка зрения женщины, конечно, ей уважение. Но от Монсона можно ждать все, что угодно. Особенно в течение первых трех минут. Он взрывной все-таки парень, понимаешь? Я считаю, что если Федор не будет торопиться, а все-таки даст Монсону выложиться, то все будет нормально. Я смотрю по Монсону, что он в свое время употреблял стероиды. А откуда ты знаешь? Ну, вижу, вижу по некоторым вещам. Я вижу у него изменения, там, черепного тела, кожи. Вижу, что он употреблял стероиды. Это значит, что он, ну, пять минут максимум, все это, сколько он может дышать. Но эти пять минут он может натворить таких бед. Поэтому я бы не торопился. Федор последние три боя, вот он торопится, не знаю. Надеюсь, что в этот раз у него все будет спокойно как раз. А как не торопиться сейчас, Олег? Потому что люди-то будут ждать. Ну, давай, в лучших традициях Тайсона. Пьяная секунда, десятая. Главное, главное результат. Какая разница, что мы ждем. Главный результат. Мне, я был бы счастлив, если Федор победил даже по очкам. Абсолютно хорошо. Ему морально это самое главное. Он победил, дальше у него пойдет подъем. Я уверен, что матч-реванш возьмет со всеми, всех победит, кому проиграл. И еще чемпионом станет во всех весовых категориях, где только угодно. Только сейчас ему нужно перебороть этот вот такой, знаете, 34 года. У меня у самого был сильный спад. Не знаю, возраст. Такой легкий кризис. Хорошо. О возрасте еще поговорим. Сейчас у нас у ринга продолжает дежурить Наталья Кларк. И, как всегда, обилие в прямом эфире интересных гостей. Наташа, пожалуйста. Спасибо большое. Удалось мне поймать младшего брата Ивана Емельяненко. Вань, такой вопрос. Волнуешься за братом? Может быть, больше, чем он сам? Да, конечно, волнуюсь. Испытываю какое-то волнение. Ждем в бою, я бой покажу. Вообще, как Федя готовится к таким важным поединкам? Он общается с семьей, что-то говорит вам? Или он делает вид, что, в общем-то, это его обычная работа, и он не акцентирует на этом внимание? Он относится к этому, как к работе. Конечно, общается, все рассказывает. Но к этому бою он подготовился основателем. С Александром Кузьководским они подготовились своей командой. И потом в Голландию ездили. Ну, и как раз-таки о тренировке в Голландии, да, вот насколько он приехал, может быть, в лучшей форме, чувствует себя на подъеме. Расскажи поподробнее. Да, в Голландии сбор прошел продуктивно. Он набрался руками, ногами, вспомнил. Не так давно он ездил уже в Голландию, но на некоторое время перестал. Есть какие-то особые, может быть, приметы, особые пожелания, когда вот такой день, день боя, он уходит из дома, вы говорите друг другу какие-то слова? Хотелось бы пожелать только у Лячи действовать по обстоятельствам, не спешить у Федора. У Федора это... Что мы все желаем Федору сегодня, в сегодняшний вечер удачи. Дима, тебе слово. Спасибо огромное, Наталья. Мы продолжаем разговор в прямом эфире в преддверии боя Емельяненко с Монсоном, с Олегом Тактаровым. Олег, ты говорил про, ну так скажем, легкий кризис среднего возраста. Одно дело, когда человеку под 40, но когда человеку 40, как Монсону, то здесь мы уже говорим о том, что действительно на многое может не хватить. Но как выдержать этот напор первых минут, первых секунд? Знаешь, в 40 есть мысль, ты можешь спокойно, нормально выстроить тактику боя, ты можешь однокровно изучить своего соперника. То есть те мозги, которые есть в 40, их нет в 20. И в 40 есть какой-то, знаешь, подъем. Такое, значит, не второе даже дыхание, может быть, третье дыхание. Но именно в 40 лет почему-то хочется опять вернуться на ринг. Просто по себе помню, я в 39, я в 40 выиграл два боя, достаточно легко выиграл. А ты помнишь бои с Хендерсоном? Хендерсон тоже 40, точнее 42 даже. Но это вообще такая нормальная тенденция, когда люди, можно сказать, даже раскрываются ближе к 40. Да-да-да, и ребята в Америке, они следят за собой все-таки. То есть правильное питание, режим, явно там, что Монсон алкоголь, может быть, видел один раз в своей жизни. И то, наверное, в России. Ты несчастный человек? В аэропорту. Я понимаю, давай пожалеем. Ладно, я, честно говоря, хотел бы больше жалеть не из-за алкоголя, а из-за того, что его придется отмывать после боя с Хендерсоном. Надеемся на это. Надеемся на это. Этот парень приехал все-таки побеждать, но давай будем реалистами. Надеемся, что не позволим, конечно. Честно, если бы мне достался такой соперник в свое время, я бы считал, что это подарок. Вот эти подарки, они всегда дарят такие подарки, не знаешь откуда. Ну вот, главное, чтобы Федор как раз так не посчитал на самом деле. Если мы хотим, чтобы он добился победы, а мы, безусловно, в это верим и всячески нашему богатырю желаем удачи. Сейчас, внимание, вот несколько подробных слог сюжетных про Монсона. А дальше возвращаемся в прямой эфир. Согласитесь, во внешности Джеффа Монсона есть что-то устрашающее и даже отпугивающее. Однако вне ринга этот парень вовсе не такой, каким кажется на первый поверхностный взгляд. Никакой агрессии и злости, никакой игры на публику. Обычный спортсмен с уважением, относящийся и к соперникам, и к журналистам, и к болельщикам. Даже прозвище у него вполне безобидное – Снеговик. Впрочем, Снеговиком обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу из Миннесоты стал неспроста. Виной всему успешное выступление на турнире в Абу-Даби 12 лет назад, где Монсон расправился с четырьмя бразильцами. Естественно, сами же латиноамериканцы и назвали Джеффа Снеговиком. Во-первых, из-за цвета кожи. Во-вторых, из-за того стиля, который исповедовал американец. Он словно шар перекатывался по рингу и, что самое удивительное, легко добивался успеха в боях. Карьера Монсона в смешанных единоборствах началась еще в 97-м. За это время он провел на ринге 54 боя, в которых одержал 42 победы. Две из них нокаутом, 26 болевым приемом. Но Джефф, или если произносить его имя полностью, Джеффри Уильямс Монсон не только профессиональный спортсмен, но еще и человек науки. 40-летний американец имеет степень бакалавра и магистра психологии. Перед тем, как окончательно уйти в большой спорт, он несколько лет проработал непосредственно по своей специальности. Несмотря на всю его кажущуюся безобидность для окружающих, Монсон, тем не менее, всегда отстаивает собственные интересы. Да и не только собственные. Американец ярый анархист, человек, который протестует против классового расплоения общества. Его взгляды отражаются не только в его интервью и поступках, но и в татуировках, которых на его теле столько, что можно сбиться со счета. Впрочем, все это лишь окружающая Монсона аура. В первую очередь Джефф – боец. Настоящий боец, который в Москву приехал только за победой. Чтобы лучше подготовиться к бою с Емельяненко, американец даже отказался от тренировок и постарался отодвинуть на второй план все то, что может хоть как-то помешать ему. Но когда у нас в гостях такие люди, ажиотажа все равно не избежать. Яркий пример – несколько мастер-классов по джиу-джитсу, которые американец провел в нашей стране. Прежде чем мы посмотрим на ринг, еще один вопрос заключительный Олегу Токтарову. Итак, насколько длинным и насколько скоротечным будет сегодняшняя битва легенд? Бой не будет больше, чем пять минут. Я очень надеюсь, что Монсон все-таки немножко нервы сдадут у него. Он прыгнет в ноги, Федя его остановит и добьет сверху. Это будет самый лучший результат. Ну, мне так кажется. Ну что ж, огромное спасибо. Не слышим своего голоса. Вперед, битва легенд! Ну вот, дорогие друзья, вот то, что мы с вами наблюдаем. Выход Джеффа Монсона. И сейчас все уже готово. Вот сейчас все и случится. То, зачем мы здесь, то, ради чего мы здесь, и то, что должно сейчас произойти. Именно главное событие сегодняшнего бойцовского вечера. Бой Джеффа Монсона против Федора Емельяненко. Давайте сейчас я вам попросту, точнее мы с Григорием Гайваронским, у нас опять замены. Попросту не будем вам мешать наблюдать. Смотрите, дорогие друзья. Григорием Гайваронским. Григорием Гайваронского вечер. Ещё раз, Ещё раз, Ещё раз, Ещё раз. 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 Ещё раз, Ещё раз, Ещё раз, Ещё раз. Ещё раз, Ещё раз, Ещё раз, Ещё раз. Ещё раз, Ещё раз. Ещё раз, Ещё раз. 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 Ну, для Фёдора. Это немножко непривычные. Ещё раз. 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 прихватить вот вот ну и здесь вот здесь опять два варианта просто лежать на сопернике ну просто не давать активности вот так вот обстукивать я здесь целиком согласен уйти 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 хорошо согласен с олегом тактаром не надо с ним просто бороться надо замучить и спокойно выиграть по активности по очкам здесь и тейкдаун монса ага есть уже пробил пробил ногу и тейкдаун монсона записать не могут и у федора это собьет нерв собьет настрой сборы в голландии не прошли даром новые моменты в технике федора появились лоу кики федор стал бить лоу кики я забыл когда последний раз он их показывал я помню федор бил ногой это был хайкик в бою с мир как рокопом на прайде и когда был это 2005 год если не ошибаюсь и выцеливает делайте самое что хотите федор выцеливает снеговика сейчас будет размягчать из первый раунд такое напряжение в зале тут топор вешать да пробил добивание аккуратно аккуратно федор аккуратно это может быть ловушка это может быть ловушка аккуратнее вполне себе такие ловушки мы уже наблюдали попадание было было потерялся потерялся но монсона нокаутировать не так просто спокойно полежать дальше до безактивности перевод в стойку и обратно дальше по той же тактике ничего не менять работать конечно явно не мне советовать что делать вылезать и бороться с харитоновым было же примерно то же самое очень аккуратно ноги будет бегать ноги все правильно не даст сидеть это не 10 здесь не посидишь особо а бой сверху многому научился федору теперь он не кидается повнимательней чуть-чуть повнимать все получается идет идет 10 секунд до конца первого раунда у выдохнули первый раунд и сам федора безусловно и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Весь мир, дорогие друзья, сейчас сузился до пределов вот этого вот ринга, где встречается Федор Емельяненко с Джеффом Монсоном. Второй раунд, вторая пятиминутка. Ну, пока по первым пятиминутам такой краткий сравнительный анализ того, что делали. Что делал Монсом? Пытался бегать за ногами. В общем-то, ничего больше не придумаю. Есть. Аккуратно, Федор, аккуратно. Этот мастер такие ловушки расставлять. Да, мы видим, что он легко встает на ноги, то есть он не сильно потрясен. Он знает, что Федор часто... Покупался. Да, увлекается и идет. Вставай, вставай, вставай. Не получается сгрести. Здесь еще играет, конечно, такой фактор, как акклиматизация. Все бои Федора были там. Это первый бой здесь. Здесь он дома. Да, здесь стены помогают. И стены помогают, и климат помогает. И Монсона он посек уже. Губа, по крайней мере, разбита. И уже побаивается, обратите внимание. Абсолютно бесстрашный снеговик. Конечно, он не будет руки кверху поднимать и сдаваться, но... Нет, Монсона не сдается. Это не из тех. А что, действительно, его нокаутировали в глухую, я такого просто никогда не видел. Вставать, вставать, конечно. Даже многоопытный борец-кармье, член Олимпийской сборной команды, он не боролся с ним. Но зачем? Тем более, что каждая минута, проведенная в ринге, она играет на Федора. И серьезная такая интеллектуальная задача для Федора понять, где будет действительно нокаут, нокдаун, скажем так. А где будет ловушка? Федора продолжает лоу-киками. Ну, все же, хорошо же начиналось. Есть. По карчаткам был удар. По карчаткам, по защите, Гриш, они все равно тяжелые. 108 килограмм. Да. Через защиту. Есть! А, здорово! Аккуратно, аккуратно. Для ощущения, что вы знаете, что Федор где-то подслушал мои мысли, то, что мы с Александром Шелдяковым отбеседовали, почему никто не бьет в этом положении лоу-кики. От Федора я их точно не особо помню. Сейчас хорошие, плотные, нацеленные удары, хорошее попадание. Да, отбитые ноги у борца, это, в общем, хороший задел на победу над ним. Кто-то заряжает правую руку сейчас. Есть, есть, есть. И снизу, снизу встречать. Встречать, встречать, не бороться ни в коем случае. Монсон только кажется уставшим и дезориентированным. На самом деле, он... Бывает вот так. Боковых его страшных опасаться следует? Следует. Конечно, 107 килограмм вложенный в удар, это серьезно. Ох, какой удар, аж по звуку прослышал. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Не бороться, не бороться. Конечно, Федору после довольно длинного периода, даже посидев плотный сбор, особенно, когда тебя твоя публика гонит вперед, и все ждут только победы. Только победы от российского бойца. Невероятно тяжело. Кто-то из файтеров всегда говорит, что дома бьется тяжелее. Я с этим даже согласен. Ответственность больше, конечно. Ответственность больше. Аккуратно. Снеговик такое ощущение, что абсолютно непробиваемый. Попытка. Да, голова очень крепкая, шея у него прокачана очень серьезная. У него ее нету. Это, конечно, сглаживает удары. Затылок торчит из трапеции сразу. Да. Такого человека душить бесполезно. Когда он Сергею Харитонову делал, удушающий северую, кто-то убил по голове Атол. Ну, в общем, да. В чугунный абсолютно затылок все прилетало. А у Сергея удар очень тяжелый. Аккуратно, аккуратно. Никуда. Ну, вот, собственно, мы увидели рисунок боя. То, каким он видится, лично мне. Чем-то похоже, знаете, на какое противостояние? Вердум с Аверимом. Да, что-то есть. Вердум постоянно падал под Аверим, а Аверим в итоге выиграл. Ну, все правильно. По активности. Немного беспокоит меня широко расставленные руки Федора. Все-таки Монсон тоже может ударить. Здесь нужно быть аккуратнее, не забываться. Ну, еще минута 10. Еще можно поработать. Хорошо, ушел. Ушел, не стал принимать на защиту. Это тоже большое дело. Я очень внимательно сейчас смотрю на тем, как работает Федор. Потому что мысль совершенно другая в боях. Передняя нога. Сколько туда уже лоу-киков ушло? 10, 12? Я вижу гематома там. Гематома. По шортам не очень видно, но... А посмотрите, как он ногу ставит. Он уже ставит на полную стопу. Да. Уже заряжаться тяжело. Ну, вы все прекрасно понимаете. Сейчас внутренний лоу надо дать. Федор, выдайте Монсону внутренний лоу. Инсайд. Это то, что кричат из угла. Петер Тайси, замечательный голландский тренер, который готовил как раз Федора по ударной технике в Голландии. Сейчас советует делать инсайд-кик, то есть внутренний лоу. Это логично. Это и выбьет опору из-под ног Монсона, и травмирует ему ногу серьезно. Спокойней. Спокойней дальше. Закрыться, 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 закрыться. Сейчас он будет закапываться под Федора. Примерно та же ситуация, что случилось в том приснопаемом еще бою. Но он под своих соперников, Монсон любит вот так залезать. Ну, это бразильские штучки, скажем так, из джиу-джитсу. 10 секунд, будь долеживать. Будь долеживать. И третий раунд. Ну, конечно. Куда же без него. АПЛОДИСМЕНТЫ Положите руку на колени, пусть отдыхают. Вот, положите руку на колени, пусть отдыхают. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третий раунд нас сейчас с вами ожидает. Ну, Монсон, конечно, в угол уже заходил с большим трудом. Нога отбита. Передвижение, соответственно, очень сильно снижено. Сейчас, естественно, у него шанс, как у тяжеловесов, которые работают именно в этом ключе, это первые 30-40 секунд побежать вперед. Побежать вперед, попытаться сгрести в охапку, и там уже заработать. Сейчас Федору ничего менять не нужно. Что же ключи работать? Лоу-кики и работа руками. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ и не давать ему бороться, это вот задача именно тактическая, стратегическая даже, наверное. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Отлично. Свалить, свалить. Какие все-таки сделали выводы тренера Федора и сам Федор в первую очередь из своих именно боев. Не надо бежать вперед добивать, особенно на бразильца. С Вердумом в бою он почти поверил. И сейчас уже руки опустились у Монсона. Нормально, нормально. Вот, вот. Вот она плата за мощь. И сейчас это будет сказываться рано, ну, с каждой секундой все больше. Ну, а как, надо идти. Насколько же он терпеливый, конечно. До последней секунды это все будет неясно абсолютно. Попытка подползать. Ну, тренер, прощай, прощай, судья это все пресекает. Пока все правильно. Ноги, ноги, ноги туда же. Вот, конечно. Есть, есть, все. Захромал. Так, хорошо, хорошо. Но в полную силу еще лоу-кик. Еще лоу-кик добросить Федора. И все же хорошо уже. Вот, отлично. Отлично. Еще есть один. Все, он будет сейчас скручиваться и постоянно валиться после каждого удара. Да, Монсона понял, что в стойке ловить нечего. Он будет провоцировать, конечно, Федора. Естественно. На отсаженной ноге ты много не навоюешь. Федор очень заряжен. Вообще другой Федор. Я сейчас смотрю, я его абсолютно не узнаю. Последние бои, что он показывает. То, что он показывает сейчас. Вернулся, умей, не думать. Вернулись пушечные руки совершенно. Это надо быть Монсоном, чтобы не упасть после тех вот двух подач, которые он пропустил. И сам огрызается в то же время. У меня вот этот американский атлет вызывает само искреннее уважение. Да, невероятно крепкая голова. Невероятно крепкая голова. Да и нога, в общем, тоже. То, о чем мы в репортаже. Еще раз хорошо. Под колено. Мощный удар, нацеленный. Стоит 108 килограммов Федора в лоу-кике. Это не то, что хочется получать раз за разом. А то, что раз за разом выдается, собственно. Что Монсона с этим надо делать? Надо двигаться. Так, хорошо. Подусталый Федор, видно? Да, немножко руки у него тоже подзабились. Ну, конечно, в таком напряжении три раунда это тяжело. Есть. Правый прямой прошел. Проходит, проходит. Он его обрабатывает методично. Может быть, не столь зрелищно, если хотите. Но зато надежно. Абсолютно надежно. Не надо, не надо сейчас вязаться. Конечно. Прав тысячу раз, на самом деле, Олег Токтаров. Неважно, как можно победу по очкам. Рассечение серьезное. Рассечение, да. Очень серьезное посек он. Медика. Медика. Время стоп. Таня! Давай! Давай! Ну, есть время передохнуть. Конечно, здесь любая передышка, и мы с вами это несколько раз наблюдали, она на пользу идет только тому, кто устал больше. Рассечение-то серьезное, обратите внимание. Обзуб посек. Да. Пробил губу, по сути, обзуб. Ну, что, добьется? Григорий, ваше мнение. Ну, я, честно говоря, не видел. Ну, вы не медик, как и я. Не профессиональный, по крайней мере. Ну, обычно останавливают, когда серьезное рассечение на лбу, брови, носа. А здесь что? Мягкая ткань? Мягкая ткань, губа. Ну, не знаю. Там не настолько мощное, мне кажется, обильное кровотечение, чтобы останавливать бой. Тем более бой такого уровня. Конечно. Надо прекрасно понимать. У нас с вами есть небольшая возможность выдохнуть. Немножко этот нерв ушел. Но, с другой стороны, сейчас Монцель выйдет посвежевший. И в какой-то момент сил будет хватать. А работа еще прилично. Работа еще полторы минуты. Да, как я уже говорил, полторы минуты и минута в ринге это очень много. Может произойти... И сразу задвигался. Смотрите, как оживился-то. Ну, понимаешь, он ва-банк сейчас пойдет, уже без варианта. Он бежит вперед. Ох, какая тройка. Хорошо. Отстрелил, знаете, как вторую ступень. Ушло. Монцель по-прежнему свеж. Он хорошо двигается, несмотря на отбитую ногу. Ага. А вот скорость-то уже не та. Да, вот именно старт не получается, потому что мышцы не случаются. Мышцы отбиты. Ай-яй-яй, аккуратно. Вставай, 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 вставай. Вставай, вставай. Все правильно. Что-то колено, колено выбил Федор ему. Смотрите, гематома какая. Я не понимаю, это то ли... Это, я думаю, собственная кровь. Нет, там гематома... Уже пробитая такая, да? Мне даже показалось, что состав выбит. Да не-не-не, на выбитом составе не стоят, Гриш. Ну, мне вам рассказывать. Когда он встал, я понял, да, что это просто гематома. Внимательнее. Не пропустить в концовке ни в коем случае. 30 секунд доработать. Это не бой за пояс. Сейчас в том же ключе доработает 20 секунд, собственно. Будет и раунда по 5 минут, а последний раунд, поэтому сейчас, ну, не надо ничего изобретать, рисковать. 10 секунд до концовки. Врабатываться концовку не за то, что он за 10 секунд никогда в жизни. Он будет так же валиться, валиться. Есть возможность выдохнуть, вы знаете, дорогие друзья. Я уже не верю в то, что Монсон что-то сделает. А по нанесенным повреждениям, по качеству боя, потому что показал Федор. Потому что сейчас из себя представляет Монсон. Время! Ну, я уверен, что Федор выиграл по очкам однозначно. Ждем судейского решения. Слава Богу, что Федор сделал выводы из предыдущих поражений и все делал очень грамотно. Честно говоря, я не вижу, за счет чего здесь можно было бы победу отдавать Джеффу Монсону. За что хочется его поблагодарить. Во-первых, я его как не видел нокаутированным, так и не увидел. Да. Лично я, может быть, в каких соревнованиях он проигрывал нокаутом, но эти бои оказались в прошедшем не у меня. Для скептиков обратите внимание по количеству нанесенных повреждений, потому как разбит Монсон. Да, просто... В одну калитку. Федор все сделал правильно. Он сделал то, что делать было необходимо. Вывод из боя Монсон-Кармье. Крайний бой Монсона. Был абсолютно верный. Ну и, конечно, большая работа была проведена над собой. Большая работа была проделана тренерским штабом Федора, который сделал... Все, абсолютно верно. Пригласили специалиста. Что отрабатывали? Защиту от тейкдаунов раз, защиту от проходов два. Ну и, собственно, выходы уже из... И Федор стал бить лоу-кики. Боже мой. Да, это нечто. Это нечто. И он лоу-кик... Фактически, эта победа была сделана лоу-киками. Двойкой, которая попала в первом раунде, и лоу-киками, которые летели... Вообще, остальное время назовем это так. Ну, хотя... О чем я говорю? В общем, победа в моих глазах, она абсолютно безусловна. Григорий, в ваших... Однозначно. Однозначно. Ну, дождемся официального объявления. Да, но здесь важен судейский вердикт. Важен судейский вердикт. Ну, мне Федор понравился. Разнообразный. Чуть-чуть тяжеловато дышал. Ну, для той скорости, для всех весов и для того количества ударов, наверное, которые Федор продемонстрировал, для него это необычно. Обычно 2-3 удара, поединок заканчивается. 2-3 удара, поединок заканчивался. Вспомним Федора в Прайде. Или сразу в борьбу. Но с ним бороться, я имею в виду Снеговика, а смысл? Никакого. Никакого смысла. Тысячу раз правы те, кто говорили, что даже если это закончится по очкам, в пользу Федора, это все будет хорошо. Ну, конечно, конечно. Вот теперь выдохните, друзья, все. Вот теперь Федор наконец-то победил. Наконец-то император вернулся и воссел на трон. Слава Богу. С очень неудобным соперником. Кидайте в мея кирпичами, если кто-то назовет Джеффа Монсона мешком. Люди, выиграть у двукратного чемпиона мира по EDCC, как угодно выиграть. Это стоит невероятно дорого. Та работа, которую Федор проделал, количество именно отданных сил, отданного времени тому, чтобы вернуться. После трех поражений подряд, наконец-то, долгожданная победа. Это победа, ну и никто, наверное, меня не упрекнет в том, что Монсон, если разбирать, избирать сухую именно цифиль, количество ударов, которые попали руками и ногами Федор, борьба, отсутствие. Тейкдауны. Один в пользу Федора, когда он оказался сверху. Монсон под него влезал. Там два даже было момента. Ну, два тейкдауна, да, хорошо. Ну, Джеффу хочется сказать только спасибо за то, что... Почему именно Джефф? Потому что он нам Федора вернул по-хорошему. По большому счету, да, мы... Ставить... Здесь я, может быть, с Олегом не соглашусь. Я так вторую не веду. То, что ставить совсем слабого соперника, полумешка такого, смысл. И все будут знать, что это полумешок. А это звезда ММА. Это звезда ММА, которая очень серьезная. И сейчас то, что его практически под руки уносят с ринга, это, конечно, большое дело. Ну, а сейчас... Дорогие друзья, сегодня у всех любителей боевых искусств... У любителей боевых искусств правил большой праздник. И этот праздник состоялся благодаря мужественным, открытым, настоящим мужчинам, которые приехали из шести стран. Спасибо им большое. И мы все от души поздравляем Федора Емеляненко. Настоящего русского богатыря. И не только потому, что он силен. Не то, что потому, что у него замечательные мышцы и реакция. А за его характер. По характеру он русский богатырь. Поздравляю тебя всегда. Спасибо. Большое вам спасибо, дорогие друзья. Тебе спасибо, Федор. Нам-то за что. Тебе спасибо за эту победу. Более приятных эмоций. Слава богу за эту победу. Слушайте зал, дорогие друзья. Сейчас специально чуть-чуть сниму гарнитуру. На славу Божию. Спасибо вам большое. Спасибо вам за поддержку. За ваши молитвы. За все. За вашу любовь. Слава богу. Как же это бойца у нас любят. Дамы и господа, у нас приветствую всех в Орибийске. У нас прямой эфир сейчас на России 2. Федор, еще с вашего позволения, еще раз поздравляю с победой. Но если говорить поподробнее о сегодняшнем поединке, многие ждали, что вы решите вопрос пораньше. Были моменты, когда можно было добить, но я не стал рисковать, как в прошлый раз. Предательский помер микрофон, такое ощущение. Как вы готовились к поединку, потому что мы опасались справиться с психологической точки зрения после всех тех неудач? Я с господом богом. С ним любые проблемы. Не проблемы. Было ощущение, что вы периодически извинялись, когда делали больно противнику. Почему? Нет, я извинился один раз, когда я бил, ударил в локоть, а под локти удар черканул слегка в пах. Но это произошло случайно. А так вроде бы... Можно сейчас говорить о том, что Федор вернулся, но в какой-то новой ипостасе, потому что одержана долгожданная победа, и все мы тому свидетели. Ну, я еще никуда не уходил. Спасибо. Спасибо, дорогие. Я буду стараться. Если Господь Бог удаст, конечно, буду биться, насколько внести ухладит. Последний вопрос. Что дальше? Кто следующий? Дальше домой к детям. Дальше с женой, с моришки домой. А дальше, не знаю, это вопрос к Вадиму, если вы имеете... Да, сейчас как раз. Спасибо. Федор Емельяренко, наше поздравление. Вадим Финкельштейн, человек, который очень опасался говорить подробности об этом поединке. Ну, сейчас все сложилось так, как мы и предполагали все-таки. Наверное, по очкам это вот то, что было нужно с учетом силы Монсона. Нет, ну я хочу поблагодарить Монсона, потому что он показал настоящее мужество на самом деле. И вы спросили, что дальше? Дальше вперед, только вперед. Когда будет следующий бой? Ну, мы говорили о том, что даже гладиаторы в Древнем Риме два раза в год не чаще. Федор, все-таки почаще чуть-чуть. Дайте отдышаться. Я думаю, на Новый год. Посмотрим. Может быть, в Японии. Но еще не до конца все мы решили. Ну что ж, огромное спасибо, Вадим Финкельштейн. Спасибо огромное. Спасибо. Самый настоящий праздник, поскольку этой победы ждали абсолютно все. Ну и сейчас здесь вокруг такое столпотворение. Конечно, совершенно потрясающе. Супруга Федора Емельяненко. Марина, мы поздравляем вас с Валерой. Вы, пожалуй, сегодня больше всех волновались. Да. Как никогда волновалась. Сейчас пришла уверенность, что действительно муж больше не будет проигрывать. Я всегда была уверена в нем. Валерия, замечательная певица. Лера, поздравляем вас тоже с этой победой. Вы впервые, наверное, увидели это. Впервые я на таком матче грандиозном. Мы с Петей дружим. Он потрясающий спортсмен. Мы за него очень волновались. Знаете, на меня смешно было смотреть, потому что я сидела вот так, сжав кулаки. Ну что ж, с победой. С победой мы продолжаем наш прямой эфир. Спасибо. Мы продолжаем наш прямой эфир. Вот такие бои разбирать приятны с точки зрения аналитики. Когда всплынул нерв. Когда можно спокойно и беспристрастно. Это была шахматная партия, по сути. Это да, это по-хорошему. Человека с дипломом, но он, по-моему, PHD по психологии. Федор попросту переиграл. Предложив ему тот вариант, против которого ему противопоставить было практически нечего. В той позиции, которую Федор выставлял своему сопернику на такой виртуальной шахматной доске, был единственный козырь, тот, которым мог пользоваться Монсон, это проходы к ноге. За счет чего? За счет быстрого старта, пока не уставший. Даже если это великолепно функционально готов, Федор, как бы, контрприем и ловушка. Предложил ему удары по ногам. А счеты он ставить Монсон не умеет и никогда не умел. И, скорее всего, уже и уметь не будет, но к 40 годам куда учится. Федор никуда не торопился, не побежал добивать то, чего я опасался, наверное, больше всего. Даже не борьбы. Бороться Федор умеет. Человек, который по самому достиг всего на свете уже абсолютно. Поэтому борьбы я опасался, но не боялся, прямо скажем. А вот этих заманух, которые Федору расставляли, опытные американские бойцы, я боялся, откровенно. Чтобы, не дай бог, он еще в одну из них не влез попросту. Нет, я тоже. Григорий, ваши ощущения? Меня искренне, наверное, больше всего порадовало то, что Федор именно поменял отношение к системе тренировок. Все-таки действительно сделал выводы, потому что после первых поражений были слова, что, ну, менять ничего не буду, просто не повезло. Да, вот сейчас действительно были сделаны выводы, такие уже фундаментальные. И правильные выводы привели к правильным результатам, к великолепной победе. Тем способом, который был единственным возможным в данном бою, в данной ситуации. Поэтому, браво, Федору. Знаете, мне что хочется добавить, ну, а хочется и добавлю, соответственно. Выбор соперника был сделан правильно. Никто не обвинит в том, что этот человек не достоин Федора в качестве боев. Это как раз после всех поражений, это очень был серьезный экзамен. Если не побеждать опытных, серьезных, вот классно. Ну, классно же, все же получилось. Атаковал, ногу выдернул, не дал себя дальше завязать. Ну и, если не побеждать, заканчивая, наверное, мысль сильных соперников, то зачем тогда выступать? Просто ехать на эмини, смысла большого нет, и Федор бы никогда этого делать не стал. Опять же, мое личное мнение. Великолепная комбинация. А вот она, двойка, тройка. И показал, вот хитрец, а. Показал, ой, убил, убил, ой, упал, упал. А Федор за ним не пошел дальше. Ну, он действительно упал, но не настолько серьезно, как он это показал. Да, да, да. А показал, что все, кошмар, кошмар. Оп, сразу. Да, и боевая поза. И боевая поза. Вот и делай с ним что-нибудь. Ну, и, наверное, самое приятное, это абсолютно другой Федор. Тот Федор, которого мы сегодня с вами наблюдали. Растерянность в глазах Монсона. Я бы еще хотел сказать слова уважения Джеффу. Великолепный боец, очень порядочный человек. Это сразу видно по манере общения, по отношению к делу, по отношению к сопернику. Согласен. Тот, конечно, ничего кроме уважения он не вызывает. Только положительные эмоции. Ну, и плюс. Так и остается непробитым. И, с точки зрения нокаута, он не упал. А, ну, под лоу-кикин так продолжал. Ложится, ложится, ложится. Ну, это все минусы. Это все минусы в копилку. Американского бойца и плюсы. Бойцу российскому. Что чувствовал его брат, что чувствовал его тренерский штаб, что чувствовали все вы, дорогие друзья. Тяжело даже представить. Кстати, в углу у Федора видел даже Эрнеста Хусто. Известного великого чемпиона К1. Видимо, он тоже приложил руку. И ногу. Или ногу. Подготовки Федора. Или колено. Да, и колено. Ну, и то рассечение, которое Монсону не помешало, на самом деле, бой продолжить. Потом разбитый, я так и не понял. Ну, отрезок. Кусок нижний. Нормально, нормально. Все получилось. Все у меня вышло. Говорит Федор Емельяненко. И уважение за, безусловно, легенды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!